Правда, многие его упрекали за то, что из-за политических предрассудков он исказил и даже оклеветал крестьянство. Лебединой песнью Бальзака, еще не старого годами, но преждевременно изнуренного тревогами, разочарованиями и бессонными ночами, оказался его диптих «Бедные родственники». Он знал, что делает решающую ставку. Бальзак госпожа Ганской, 16 июня 1846 года. Настало время, когда мне необходимо создать два или три значительных произведения, чтобы свергнуть ложных кумиров ублюдочной литературы и доказать, что я моложе, свежее и сильнее, чем прежде. Старый музыкант, кузен Понс, это бедный родственник, угнетенный, оскорбленный, но человек большого сердца. Кузена Бетта, это бедная родственница, униженная, оскорбленная женщина, которая служит интересам трех-четырех семейств и, в конце концов, мстит им за все свои обиды. Это симметрическое разрастание темы нравилось писателю. Вначале он собирался написать две новеллы. Основой для одной из них, кузен Понс, послужил рассказ Альберика Секона «Два фаготиста-гранда-пера». «Вот увидите, что я извлеку из вашего сюжета», — сказал Бальзак молодому писателю. И он столько вложил своего, разрабатывая эту тему, что новелла превратилась в большой роман. В такой коллекции, как у старика Понса, Бальзак хотел бы обладать и даже воображал, что составил ее. Так же, как Понс, он обожает рыться в старинном хламе у антикваров. Подобно Понсу, боится, как бы посетители не сквернили его сокровищ, взирая на них глазами профанов. Кроме самого себя, у Бальзака тут было достаточно прототипов. Да Блен, щупленький торговец с кабинными товарами, собирал старинные ценные вещи. У Саважо, первой скрипки в оркестре оперы, любовь к музыке сочеталась, как у Понса, с интересом к старинным вещам. А этот Саважо переписывался с Бальзаком. Воплощаясь в жизнь, тема бедных родственников отодвинулась на второй план. Подлинный сюжет романа «Страстная дружба» Шмуке, трогательного учителя музыки, барышень де Гранвиль, дочь Евы, с Сильвеном Понсом. Трагедия Понса, лакомки и прихлебателя, внезапно лишенного вкусных трапез, изгнанного и опозоренного своей родственницей, госпожой Камизо, как изгнан был аббат Беротто, вероломной девицей Гомар. Злобные хитрости перевратницы, желтоглазой старухи Сибо и ужасного Ремонанка, похожего на чудовище морских глубин. Незаслуженное состояние, полученное супругами Камизо, которые так преследовали своего родственника Понса. А когда он умер, захватили оставшееся после него наследство, ограбив беднягу Шмуке. Словом, темой романа является драма невинных душ, на которых нападают со всех сторон, запугивают их, опутывают сетями интриг. Драма маленьких и беззащитных людей. Нельзя не восхищаться, видя, как гениальное дарование писателя, его проникновенный взгляд на мир обогатили скудную новеллу Альберика Секона. Мне, по крайней мере, кажется, писал Бальзак, что это один из шедевров, где все так просто и вместе с тем все говорит сердцу человеческому. Суть здесь так же глубока, как в турском священнике, но более ясна и столь же печальна, как там. Я в восторге от этой вещи. И Бальзак имел право говорить так. Роман Кузен Понс до сих пор глубоко волнует читателя. Книга эта остается значительной и как картина, рисующая жизнь очень мелкой буржуазии и типы простолюдинов, весьма отличной от той парижской среды, какую чаще всего описывал Бальзак, среда обитателей богатых кварталов, на которой он около 1822 года с жадностью взирал с холма кладбища Перлашес, и куда в конце концов ему удалось проникнуть. В человеческой комедии мы чаще встретим герцогинь, чем грезеток. Цезарь Бирота, чиновники, мелкие буржуа являются исключениями. Журналисты и художники, фигурирующие в утраченных иллюзиях, связанные через газету, театр и мир куртизанок, со сливками общества, живут в преддверии высшего света времен реставраций. Роман «Кузен Понс» относится ко временам Луэфилиппа. Действие в нем начинается в 1843 году на Ганноверской улице, у Камизо де Марвиля, но очень быстро перемещается на Нормандскую улицу, в квартал Море, где в жалкой квартирке на четвертом этаже живет Понс, создавший у себя настоящий музей, чудесное собрание шедевров. Этот облезлый, облупившийся дом — опасные джунгли, и перед нами мелькают бегло набросанные угрюмые фигуры их обитателей, гадалка с ее ассистенткой, жабой Астартой, продажный стряпчий, ходатый по делам бедняков. Но каким чудесным светом поэзии озаряет эту мрачную историю нежная человеческая дружба, о которой так мечтал Бальзак. Да, он доказал своим хулителям, что никогда еще не был так велик. Роман «Кузина Бетта» тоже необыкновенно разросся в процессе его создания. Первоначальную идею Бальзаку дала, как это уже случалось, Лора Сюрвиль, своим рассказом «Кузина Розали», напечатанным в 1844 году в журнале для детей. Брата и сестру с детских лет соединяли родственные черты воображения. Но там, где Лора бесхитростно рассказывала простую и ясную историю, исполненные благонравия и добрых чувств, Бальзак создал, по словам Пьер Жоржа Кастекса, сложную, не слишком пристойную и жестокую книгу. Бетта — инфернальная личность, сжигаемая пламенем ненависти, как виноградная лоза, обратившаяся в изогнутый огненный пруд. Страшный характер Бетты как будто сам собой создавался под пером писателя. Бальзак вновь переживал экстаз стихийного творчества. К действующим лицам человеческой комедии прибавились новые персонажи — Лизбета Фишер, Валерий Марнеф, бразилец Монтес, Адалина и Гектор Юло. Приемы письма остались те же, что и в утраченных иллюзиях. Идея опиралась на реальную действительность, элементы которой воображение расширяло, создавая незабываемое чудовище. Так нарисован был и образ самой кузины Бетты. Бальзак писал, что это и его собственная мать, у которой он, конечно, несправедливо открыл, как ему кажется, под внешней оболочкой материнской привязанности, тайную ненависть к нему. Это и Марселина де Борт-Вальмор, и тетушка Розалия, его заядлый враг в семье Ржевузских. Можно предположить, что и госпожа де Бриньоль, сбесившийся Ньюфаундленд, тоже дала некоторые штрихи для этого образа. Лизбет Фишер, некрасивая, бедная, униженная, строит дьявольские планы, чтобы разорить и опозорить семейство Юло. Восстает против него, так же, как сова получилась против Эвелины Ганской. Барон Юло, родной брат маршала Юло, с которым мы познакомились в шаунах, военный интендант, член Государственного совета, командор Ордена Почетного Легиона, оказался старым распутником и все глубже опускался в адскую бездну похоти. Высказано было предположение, что для супруга в Юло могли быть взяты черты реальной супружеской пары Виктора Гюго, Гиктор Юло, и Адель Фушер, Аделина Фишер. Кроме удивительного звукового сходства имен, Гюго, перфранции, за год до написания романа, был улечен в любовной связи с Леони Биар, как Юло с Валерий Морнеф. Надо сказать, что отношения Бальзака к Гюго всегда были двойственным. Гюго восхищался им, Гюго поддерживал его кандидатуру в академии, Бальзак восторгался Гюго как поэтом, но довольно несправедливо осуждал его как человека. Возможно, что инцидент с Леони Биар был использован в романе «Кузина Бетта», как и многое другое. Дернер Гийон полагает, что и в самом себе Бальзак, которого преследовали тогда неотвязные эротические мысли, мог найти кое-какие черты для создания образа Юло. Говорили также, что прототипом Юло послужил отчасти некий граф Дор, член Государственного совета, умерший за год до написания романа. В области художественного творчества все возможно. Мужчины, женщины, друзья, любовницы, распутство, наслаждение и сам автор становятся материалом, который бросает в горнило. Говорит ли Бальзак о себе или о Гекторе Юло, когда пишет, ежедневно разглядывая себя в зеркале, в конце концов, по примеру барона Юло, люди приходят к заключению, что они мало изменились и все еще молоды, тогда как другие видят, что наша шевелюра уже напоминает мех шиншиллы, на лбу треугольниками врезались над бровями морщины, а живот выпятился, как большая тыква. Центральной своей темой книга напоминает романы «Отец Горио», «Гранде», «Поиски Абсолюта», ибо и там и тут говорится о разрушении семьи и ее достояния из-за всепожирающей страсти, в данном случае старческого эротизма. Семья Юло долго и упорно борется с безумцем, но страсть, восставшая против природы, нахлынула чудовищной волной и все затопило. После смерти Валерий Юло живет с фигуранткой театра, с работницей и, наконец, с очень юной девушкой, почти ребенком, которую ему продали родители. Напрасно домашние пытаются держать его в заперти. Он убегает по ночам к безобразной неряхе-служанке, живущей в мансарде их дома. Не только он сам становится слабоумным и гнусным стариком, он увлекает за собой и свою жену, святую женщину, тянет ее на тропу, ведущую к бездне. «Скажи мне», — молит она, — «что они делают, эти женщины, чем они так влекут тебя?» «Я постараюсь». Однако бесноватые счастливы на своем гноище. Из всех произведений Бальзака это самое жестокое и самое прекрасное. Но сверхчеловеческие усилия, которых оно стоило ему, книга написана была за два месяца, окончательно подорвали его здоровье. Дьева, наконец, извещает о скором своем прибытии. Бальзак должен ехать во Франкфурт, встречать ее. Благодаря вспышке работоспособности в него есть немного денег. Идет переиздание человеческой комедии. Он продал кузена Понса и последнее воплощение Ватрена. И даже едва начатый роман «Депутат от Арси» в Париже Ганская возьмет на себя расходы по хозяйству. Бальзак должен предоставить постельное и столовое белье и серебро. Однако нужно внести вперед квартирную плату за два месяца, шестьсот шестьдесят франков, нанять кухарку, уволить сову и рассчитаться с ней. Но все это не важно. Как мало значат деньги в сравнении с любовью. Будущее прекрасно. И он пишет Ганской. «Теперь я живу только той мыслью, что на этой неделе увижу тебя. Я уже впиваю твое дыхание, сжимаю тебя в объятиях, ощущаю ткань твоего платья. Думается, я по меньшей мере полдня не буду сводить с тебя глаз, наслаждаясь счастьем смотреть на тебя». Он добавляет, «Первый раз мы будем вместе и одни, совсем одни. Нам ни перед кем не придется сдерживаться, и мы оба дадим волю своему дурному характеру. Я тебя стану колотить, а ты бронить меня». 4 февраля 1847 года он поехал во Франкфурт и привез оттуда добрую, пышную, нежную и сладострастную Еву. Сладострастную? Да, несомненно. Нежную не всегда. Она истерзала ему сердце, когда он показывал ей особняк на улице Фортюне. Он ждал восторженных возгласов, а она все раскритиковала. Слишком много столов наборной работы, слишком много бронзы, слишком много мрамора, слишком много шкафов, инкрустированных медью и черепахой. Зачем он потратил целое состояние на убранство такого мрачного и нелепого дома? Хороша награда за все его труды и любовную заботу, да и как она может судить об этом особняке, когда он весь в лесах и еще не закончили свою работу штукатуры? На то время, пока Ганское гостило у него, он забросил почти всю работу, чтобы водить свою Еву в Пале-Рояль, Квери, где Люсиен де Рюбампре, приехав в Париж, дерзнул пообедать и заплатил за обед столько, что мог бы прожить на эти деньги в Ангулеме целый месяц. Водил он ее и в другие модные рестораны, на выставку изящных искусств, в Варьете, где она привесила хохотала. Дома они держали очень скромный стол. Целых два месяца, читаемые в его письме Ганской, я видел, как очаровательная женщина ежедневно ест рогу из остатка вчерашнего Жаркова, а свежие бифштексы оставляет своему волчку, и ни разу я не сказал ей нежного спасибо. Но я это видел и был этим тронут. Прошло два с половиной месяца жизни с глаза на глаз, и Ева уехала из Парижа. Он проводил ее до Франкфурта и вернулся один, как тело без души. Прощай, моя дорогая, любимая, сокровище мое. Веримся надежде, как ты говоришь. Это последняя буря, последние наши невзгоды. Тысячу раз обнимаю, тысячу раз целую тебя, мой миленький Эвелино. Люблю тебя еще больше, чем прежде. Хочу, чтобы ты стала моей женой, а без тебя и жить мне не хочется. Произведение, созданное Бальзаком после расставания с его Евой, подернуто дымкой грусти с 1829 по 1842 год, его несла волна воспоминаний. Он рассказывал о своей юности и радовался своим удачам. После смерти Венцеслава Ганнского мир воображаемый потускнел. Вместо туманных мечтаний о слабии любви, которые его вдохновляли и поддерживали, существовало одно единственное и четкое желание, неотвязно преследовавшее его, «Брак с любимой женщиной». В некоторых написанных тогда романах Онорина, Альбер Савариус отражена тоска мужчины, сомневающегося в том, что его любят, или же пессимизм разочарованного человека, крестьяне, бедные родственники. «Бальзак надеется закончить свое грандиозное творение. Вот уже шестнадцать лет я работаю над ним, и мне надо еще восемь лет, чтобы его завершить», пишет он Зюльмэкаро. «Этот моралист хотел бы придать человеческой комедии с помощью аналитических этюдов глубокий смысл, не оставить свой монумент непонятным. Хватит ли у него на это сил и времени?» Тело без души Видали вы когда-нибудь, как лев зевает в зоологическом саду? Это грустное зрелище. Бальзак Надо признать, что в отчаянии Бальзака, лишившегося своей любовницы, есть нечто от барона Юло. Возбуждающие чувственные воспоминания мешают ему работать. Пребывание любимой в Париже не дало ему того, о чем он мечтал. Ганская устраивала ему такие тяжелые сцены, что он помнил их до конца жизни. Но он уже не может обойтись без нее. «Мой милый волчишка, если бы я не любил тебя до обожания, меня уже давно не было бы на свете. Я все делаю только ради тебя и только благодаря тебе. У меня больше нет своего собственного существования». Он чувствует себя глубоко одиноким. Нет у него ни друзей, ни семьи. Как-то раз, перебирая свои вещи, он нашел вышитые домашние туфли и записку, написанную карандашом. «Я вышила эти туфли в те часы, когда оставалась одна, а вы где-то бегали». Он вдруг разразился слезами и два часа плакал, запершись в своем кабинете. Рассказал он об этом Ганской не для того, чтобы растрогать «Грифин», как он говорил, передразнивая немца Лакея, всегда так называвшего Ганскую. Нет, это душевная реакция изнуренного, больного человека, ставшего крайне чувствительным. И все же ему приходится бегать по всему Парижу. Во-первых, Бальзак по-прежнему любил такие перечисления. Сова, перед тем, как убраться с улицы Бас, украла любовные письма Эвелины к Бальзаку и соглашалась вернуть их только за весьма большой выкуп. Она грозилась написать дочери и зятю госпожи Ганской, вернувшимся в Польшу, и послать им копии похищенных писем. Для матери это было бы ужасным унижением. Стряпчик Гаво советовал пойти на мировую и выкупить компрометирующие письма. Бальзак вступает в переговоры. Предлагает пять тысяч франков. Сумма для него огромная, так как он кругом в долгах. Прокурор и комиссар полиции тоже уговаривают Бальзака взять обратно его жалобу в суд по обвинению госпожи Дебриньоль в воровстве и в шантаже. Судебный процесс обошелся бы не в пять тысяч, а дороже, да еще дело получил бы отвратительную огласку. Непомерно дорого обходится и правосудие, и нарушение законов. Встречи с этим ядовитым созданием переговоры с ней приводят Бальзака в лихорадочное нервное состояние. Наконец, в июле госпожа Дебриньоль возвратила письма в обмен на плату Чистоганам. Разумеется, она попыталась сохранить одно-другое письмо, касающееся Виктора Оноре. Бальзак со своей стороны хранил письмо, в котором негодяйка признавалась, что украла переписку. А на основе этого признания она всегда могла быть привлечена к суду. Лишь только письма были возвращены, он сжег их, в последний раз взглянув на дорогие пожелтевшие листочки, приходившие с Украины, из Швейцарии, из Италии, Германии. Потом посмотрел на пепел и снова заплакал. Я затрепетал, увидев, как мало места занимает 15 лет жизни. Что ж, огнем души они написаны, огнем земли погублены. После тягостного эпизода с собой Эвелина потребовала уничтожения всех своих писем. Во-вторых, пришлось переселиться на улицу Фортьюне и там самому расставлять по полочкам и по этажеркам статуэтки из саксонского фарфора, вазочки с бледно-зеленой глазурью, большие китайские вазы. Эта механическая работа утомляла его, зато спасала от отчаяния. Да и что могло сравниться с тишиной, царившей на улице Фортьюне? Там он чувствовал себя совсем как в деревне. Он обещал Еве больше ничего не покупать и старался сдержать обещание. Но ведь, что надо, то надо. Кухня, да и буфетная тоже не оборудованы. А тут представляются потрясающие случаи. Как же их упустить? Например, он нашел комод творения Ризнера с выдвижным верхом наборной работы. Верх очень пригодится, из него можно сделать прекрасный стол. К сожалению, этот великолепный комод, кажется, стоит тысячу, а то и две тысячи франков. Бальзак входит в магазин, спрашивает цену. Триста сорок франков. Как тут устоять? Было бы безумием отказаться от него. К тому же, приобретя комод, покупатель обнаружил, как он говорит, что вещь-то принадлежала сестре Наполеоне, Элизе Бонапарт. Вещь уникальная, оригинальная, королевская, восхищался Бальзак в письме Ганской. Но пусть Ева не тревожится. Он стал рассудительным и осторожным, пожалуй, даже чересчур. Видел, например, две замечательные вазы, которые очень подошли бы к его кабинету, но отказался от мысли купить их. Зато он приобрел портрет по видеуму набросок, сделанный Тицианом. Старинную китайскую вазу темно-синего цвета, консоль работы Буля, креотиду в виде скульптуры из дерева. Вы, конечно, полагаете, что я совсем разорился, погубил себя, оправдывается он перед Ганской, но я заплатил за все лишь 350 франков. А удовольствие от этих покупок он получил на 6000 франков. Нужно еще приобрести три-четыре вещицы для ватер-клозета, превосходного ватер-клозета. Ох уж этот ватер-клозет. Пришлось купить для этого потайного уголка во-первых, хорошенькую кушетку, во-вторых, за 50 франков угловой шкафчик, чтобы убирать в него известный вам предмет, а на него вставить кувшин, в-третьих, полочку для подсвечника, в-четвертых, три консоли палисандрового дерева для вазочек с цветами. Вы меня спросили в Майнце, что я собираюсь сделать с купленной чашей из китайского фарфора. Ее употребляют на то, чтобы стряхивать в нее воду со щетки. Надо, чтобы в этом уголке было приятно находиться, и у меня там красиво, как в будуаре. Но видите, сколько это стоило? Из верховни он получает суровую отповедь. Довольно восклицает Ева Фуриоза. Хорошо, однако нужно купить будильник. Старый испортился, не ходит. Бальзак видел в лавке добротный, красивый будильник, стоивший только сто франков, но не решился приобрести его. Я теперь не куплю и за десять суд то, что стоит тысячу франков. С тратами покончен. Раз его божество полагает, что у Бильбоке страсть к покупкам, что это своего рода порог, а не благоразумие и осторожность, то он вернется к строжайшей квакерской простоте. Он не заглянет ни в одну лавку. Ваше Величество, не снимете ли вы запрет с приобретения ларя, самого обыкновенного рундука красного дерева, в каковой рундук буду ставить мои башмаки и сапоги, а также запрет с приобретения комода для хранения моего белья в гардеробной? Нежели сии покупки являются нарушением закона, я по-прежнему буду засовывать свои башмаки в жординьерки на лестнице. Пустующие жординьерки, поскольку покупать цветы мне не по карману. Я ведь ничего не пишу, ничего не зарабатываю, а потому не имею права тратить деньги. В-третьих, с финансами дело обстоит очень плохо. Акции северных железных дорог все падают, несмотря на чудодейственные биржевые рецепты. Бальзак, вернее, Ева Ганская, потеряет на них 60 тысяч франков. Чтобы покрыть убыток, нужно было бы прикупить еще 275 акций по низкому курсу, и когда он поднимется до 650 франков, сейчас он 560 франков, получится выигрыш в 25 тысяч франков вместо потери в сумме 50 тысяч. Вот что могут сделать богатые люди. Но несчастные волчки и волчишки, не обладающие капиталами, получат одни только убытки. С ума сойти! У меня нет философского отношения к таким делам. Эта операция с акциями северных железных дорог, считая и предстоящие взносы, обойдется им в 130 тысяч франков. Неудивительно, что я жалею, зачем связался с несчастным домом, за который еще надо платить и платить. Однако же этот особняк, такой маленький, такой скромный, полон прекрасных произведений искусства. Нам необходимо приобрести два горностаевых покрывала для постелей. Только горностай и гармонирует с этой артистической, вавилонской, даже восточной пышностью убранства. Понадобится десять лилий долины, чтобы оплатить столько чудес. Он их и напишет будущей зимой в Верховне. Он дает себе слово потрудиться как следует на Украине, а в особняке Божона работа у него не спорится. Мой ум ни на чем не может сосредоточиться. Я затрагиваю множество сюжетов, и все они становятся мне противны. Целыми часами я предаюсь воспоминаниям, и право же совсем отупел. Его гложет тоска, на него нападает хандра, и напрасно он пытается подхлестнуть обессилевший мозг. Мозг работает вяло. А ведь у Байзака есть обязательства. Он дал обещания и должен их выполнить. Докончить крестьян, написать роман «Депутат от Арси». Как трудно засесть за работу. Однако нужно добыть восемнадцать тысяч франков ренты и выплатить пятьдесят пять тысяч долгу. На все это требуется капитал в шестьсот тысяч франков. Работай, несчастный автор человеческой комедии, пиши «Воспитание государя», сочиняй романы, сочиняй грошовые пьесы. Плати за свою роскошь, искупи свое самозбродство и жди свою Еву в аду мучений перед чернильницей и девственно чистой бумагой. Надо отослать крестьян в лапресс. Но его тошнит, когда он пробует перечесть рукопись. Единственный труд, доставляющий ему теперь удовольствие, это сочинение писем, длиннейших писем к своей далекой принцессе. Ну, что же вы хотите? Мысли мои следуют за сердцем. И как же мне писать крестьян? У него теперь другая идея — написать пьесу «Аргон» продолжение Мольяровского «Тартюфа». Но в комедии Бальзака весь дом будет жалеть о Тартюфе. И в ней будет показано торжественное возвращение лицемера, которого приветствует и Марианна, и Элеанта, и госпожа Торнель. Но пьесу надо написать в стихах. А Теофель Готье отказывается сотрудничать с Бальзаком. И вот мне пришла в голову мысль дать один акт Шарлю де Бернару, два акта Мэри, а еще два акта распределить между двумя другими поэтами. Выясняется, однако, что тут коллективный метод работы непригоден. Рассчитывать можно только на самого себя. Бальзак вновь принимается за черный кофе. В неделю у него ушло полкилограмма кофе. Не написал ни строчки. Даже под потоками Мока мозг отказывается работать. Он буквально угасает от какой-то непонятной болезни, вызванной тем, что рушится надежда на счастье, которое было так близко. Лоран Жан, встревоженный бездействием Бальзака, принес ему Диккенса, сверчок на печи, чтобы развлечь друга. Бальзак делится с Ганской своими впечатлениями. Эта книжечка настоящий шедевр, без малейшего изъяна. За нее Диккенса заплатили 40 тысяч франков. В Англии платят лучше, чем у нас. И вот жестокий удар, дерзкое письмо Жерардена, где говорится, что если газета Ла Пресс и настаивает на опубликовании последней части Крестьян, то лишь потому, что за Бальзаком числится недоимка, он возвратил не всю сумму полученного им аванса. Если бы вы могли расквитаться с нами полностью, я охотно отказался был от Крестьян. Бальзак взвился на дыбы, как от удара хлыстом. Вопреки вашему мнению, я считаю свою книгу превосходной. Грубость Жерардена он объясняет опубликованием в Ла Пресс фельдетона Даниэля Стерна, псевдоним госпожи Дагу, синего чулка, питающий ненависть к Бальзаку со времени выхода в свет от Беатрисы. Единственным неопровержимым от светом хулителем могла быть только новая прекрасная книга. Но дом мой омерзителен, литература глупа, и я сижу сложа руки, когда мне нужно работать. Чем объясняется это долгое бессилие? Прежде всего тем, что для литературного творчества необходима глубокая сосредоточенность. Раньше, когда Бальзак столько создавал и на улице Кассини, и на улице Батай, и на улице Бас, а еще больше в Саше, в Афропеле, в Буланьере, он забывал весь внешний мир. Теперь же душу его томит тревожная, почти болезненная любовь, и помимо того особняк на улице Фортьюне налагает на него множество докучных обязанностей. Приходится, например, самому нанимать прислугу. Он дает расчет Милле и заменяет его эльзасцем Франсуа Мюнхом, будущим кучером дорогой графини. Занелла, вошедшая в милость, предлагает ему превосходную горничную, набожную бельгийку, которая умеет шить, стирать и гладить. трое слуг, значит, 90 франков в месяц на жаловании им, да еще надо прокормить их, следовательно, хозяин должен иметь 12 тысяч франков годового дохода. Во времена Бальзака при его славе жить на широкую ногу считалось вполне естественным. Но едва он решил, что подобрал себе надежную прислугу, как вдруг оказалось, что вероломная Зенелла предает его. Она пообещала его соседу, художнику Гюдену, показать весь дом в отсутствие Бальзака, как привратница Сибо показывает ремонанку коллекции, собранные кузеном Понсом. Лишний раз мы видим, что жизнь повторяет литературные произведения. Бальзак удручен печальным и мерзким опытом. Я верю теперь только Богу и моей дорогой девочке. Потом является и отнимает у него время свирепая Алина Манюшко, сестра и враг Ебганской, которой она в детстве кулаком разбивала нос. Дама эта, загостившаяся в Париже, находит, что Бальзак очень любезен, когда около него нет Евы. Ее ржевузское величество сама приказало ему «Ослепите мою сестру». Алина больше, чем ослеплена. Она поражена, потрясена, ошеломлена. Осматривая гнездышко на улице Фортьюне, она будто бы произнесла слова достойной кузины Бетты. Она пришла в ярость при мысли, что этот, как она выразилась, дворец, где решительно все, вплоть до самого обыкновенного гвоздя, говорит о том, что это жилище обставлено для обожаемой женщины, будет принадлежать ее сестре, которую она колотила в детстве. «Но что такое верховня в сравнении с этим очаровательным особняком?» заявила она. «Я нигде не видела ничего подобного. Верховня, господин де Бальзак, это образец безвкусицы, ибо мой дорогой зять как раз и грешен отсутствием вкуса». «Знаешь, дорогая, я не мог удержаться и захохотал при этих словах полных посмертной мести, ибо сразу все понял по злобному тону этого замечания. Разве мог человек, который Еву предпочел Алине, проявить в чем-нибудь хороший вкус?» Добравшись до библиотеки, она сказала, «Но ведь одна эта комната должна быть обошлась в сто тысяч франков. Библиотека в Нэйи и в Сен-Клу ничто перед ней». «В этом доме любят книги», ответил я. Она удалилась, ошалев от восхищения и прекрасно поняв, что раз у меня такой дом, то уж по одному этому ясно видно, что я миллионер». Алина в ужасе отпрянула от кровати Бальзака, увидев на ней две подушки. Всем его близким знакомым было известно, что он спит высоко и поэтому подкладывает под голову две подушки. Но Алина полагала и надеялась, что он прячет у себя женщину. «А почему две подушки?» спросила она. «Но это в предвидении будущего». И все же домашними хлопотами, посетительницами, покупками, мечтаниями нельзя в полной мере объяснить полное бездействие Бальзака. Истинная причина в том, что он чувствует себя больным, да он и в самом деле болен. Его друг Фредерик Сулье умирает от гипертрофии сердца, кровообращение у него нарушено и ноги очень распухли. «Это меня поразило», пишет Бальзак, «мне кажется, что и у меня гипертрофия сердца». Его поверенный, стряпча Гаво, видя, как он томится, посоветовал ему уехать из Парижа. «Уезжайте», сказал Гаво, «иначе вы конченый человек». Конченый человек нет еще, но бодрости духа несомненно уже нет. А Бальзак всегда утверждал, что состояние духа влияет на телесное состояние. Все он видит теперь в мрачном свете. Буржуазная монархия, установившаяся во Франции, кажется ему шаткой. В скором времени Виталий вспыхнет восстание, и этот пожар охватит всю Европу. Вы не представляете себе, пишет он Еве, какой путь проделал коммунизм, учение, которое требует все перевернуть, все подвергнуть разделу, даже съестные припасы и товары, распределив их между всеми людьми, почитая их братьями друг другу. Ева знает, что он думает об этом, но нельзя же вставать поперек дороги своему веку. Чтобы встряхнуться, Бальзак попробовал совершить паломничество в Лиль-Адан, куда ездил в юности, к Вилле-Лафе. Возвращение к истокам жизни иной раз бывает благодетельным. Через тридцать лет я вновь увидел знакомый лес и долину, но эти любимые края, почти что моя родина, восемнадцать лет возвратившие мне здоровье, теперь не помогли мне. все было как во сне. Я отправился по северной железной дороге. Потом шел семь часов как солдат в походе с этапа на этап. Обратно я вернулся по железной дороге. Ничто меня не захватило. На все я смотрел без волнения, не испытывая тех движений души, которых ждал. Ах, если б рядом со мной была ты, моя Лина, если б я мог сказать тебе, вот под этим деревом я мечтал о славе. Здесь я думал о женщине, которая меня полюбит, а там искал исцеление от тирании моей матери и так далее. Все тогда обрело бы смысл. Он вновь становится ребенком, которому хочется приникнуть к матери и положить ей голову на плечо. В разлуке с возлюбленной он мечтает о ней, надеется найти у нее и любовь, и сочувствие, какие дарила ему лора. Увы, Ева ведет себя как суровый, да еще и малосведущий судья, не знающий законов нужды. Бальзак чувствует, что она уязвлена, горько обижена и почти враждебна к нему. Он так хотел бы разорвать путы всяких деловых и денежных обязательств и поспешить к ней. А подумаю и вижу, что я вовсе не нужен вам. И тогда отчаяние вдвойне терзает меня, из-за того, что меня уже никто не ждет, и из-за того, что я не написал ни строчки. О, дух мой, где ты? В Бердичеве, на равнине русской басы, которой я так ясно представляю себе, хотя никогда ее не видел. Примечание баса плодородная равнина по течению Луары, житница Франции. И он стонет, будьте милостивы к отсутствующему, постарайтесь понять его лучше, чем понимали до сих пор. Но зачем она журит его за леность, вызванную избытком любви? Сдавайте рукопись, рукопись, милостивый государь, насмешливо говорит волчишка. Да, рукопись, подписанную скорбью и горькой тоской, двумя союзниками, сокрушающими жизнь. Почему же та, которую он обожает, запретила ему приехать на Украину? Потому что она боится общественного мнения, потому что погрязла в материальных делах, и потому что она стара, по ее словам, а ему будто бы нужны красивые и свежие женщины, потому что сам, то есть царь, косо посмотрел бы на его приезд. И Бальзак в отчаянии ищет помощи у милочки Анны. Ваша дорогая матушка пишет мне очень мало и запрещает приехать на Украину. Такое положение я считаю противоестественным. Я привык к вам троим. Без вас жизнь мне стала невыносима, и ничто не может меня развлечь. Я теперь как собака, потерявшая хозяина и жаждущая найти его. Это смирение, этот печальный взгляд ласковой собаки, которую гонит прочь, раздирает душу. Эвелина все-таки любит его и не лишена доброты. В конце концов, она преодолела свои страхи и склонилась на его мольбы. Пусть он приезжает. Тот час он стряхивает себя от цепенений, спешит завизировать паспорт и готовится к путешествию. Издатель Суверен даст ему необходимую сумму, или же он заработает ее, опубликовав несколько новелл. Я возьму с собой шестнадцать ржаных хлебцев и копченый язык для своего пропитания от Кракова до Верховни. Ах, как он счастлив, что едет! Безлюбимой нет ему жизни. Все возможно с моим волчишкой, без него все невозможно. И я все бросаю тут, мое мужество иссякло в ожидании. Заметьте, я не жалуюсь, потому что ни один человек на свете не был счастливый и меня. В вас стоится бесконечность. И как он спешит к этой бесконечности? Нельзя ехать быстрее. Он отправился 5 сентября 1847 по северной железной дороге, стоившим ему так дорого. Затем мчался на почтовых скорой почтой, экстра почтой, трясся в кибитке и в понедельник 13 сентября прибыл в Верховню. Ему предсказывали, что его ждут всяческие неприятности в этом путешествии по чужим странам, языка которых он не знает. Он благоразумно запасся корзинкой с провизией, морскими сухарями, сгущенным кофе, сахаром, копченым языком и бутылкой анисовой водки. Но оказалось, что его знаменитое имя повсюду обеспечивало ему радушный прием. Начальник таможни на границе господин Хакель, чиновник с очень приятным и умным лицом, сам вышел ему навстречу и пригласил закусить с ним, чем Бог послал. А Бог послал ему великолепную трапезу, которая привела Бальзака в восхищение. Разумеется, благодаря высокому похоронительству начальника с Бальзаком обращались самым почтительным образом во всех грозных таможнях, которыми его пугали. Русская дисциплина произвела на путешественника благоприятное впечатление. Зато ему очень не понравилась кибитка, экипаж с плетенным из лозняка кузовом, в котором у седока болят все косточки от дорожной тряски. Ночь была чудесная, небо походило на синий покров, прибитый серебряными гвоздиками. Глубокую тишину оживлял лишь колокольчик, непрестанно звеневший на шее лошади. Серебристый и однообразный его звук в конце концов становится бесконечно милым. Наконец проехал через знаменитейший город Бердичев, Бальзак прибыл на Украину. Это пустыня, царство, хлебов, это прерии Купера с их безмолвием. Тут начинается украинский чернозем. Слой черной и тучной почвы толщиной в пятьдесят футов, а зачастую и больше, ее никогда не удобряют. Бальзак заснул глубоким сном, а пробудившись от чьего-то громкого возгласа, увидел подобие Лувра, греческий храм, позолоченный заходящим солнцем. Это была верховня. У маркизы Карабас Весьма знаменательно, что мы нередко подчиняем свои чувства собственной воле, берем своего рода обязательства перед собою и сами творим свою судьбу. Бальзак Он лелеял большие надежды. Все исполнилось. Воздушные замки, которые он строил так долго, стали вполне реальным замком на Украине. Бальзак Лори Сюрвиль Дом у них настоящий лувр, а поместье величиной с нашей департаменты. Невозможно представить себе, какие тут просторы, как плодородна земля, которую никогда не удобряют, а засевают хлебом каждый год. У молодого графа и молодой графини вдвоем имеется около двадцати тысяч крестьян мужского пола, то есть в общем у них тысяч сорок душ, но чтобы обработать все эти земли понадобилось бы четыреста тысяч душ, и засевает тут лишь столько, сколько можно убрать. Целых тридцать лет Бальзак мечтал о счастье стать маркизом Карабасом, и вот он оказался будущим супругом маркизы. Волшебные дни Атала, Зефирина и Гренгале встретили Бельбаке с искренней радостью, и мы отвели прекрасное помещение, состоящее из спальни, гостиной и кабинета. Серебро, фарфор и ковры, особенно ковры пушистые королевские вполне удовлетворяли этого требовательного ценителя. Из всех окон его покоев открывался вид на беспредельные хлебные поля Украины. Таких апартаментов для приезжих друзей во дворце было пять или шесть. Эта страна удивительна тем, что наряду с величайшей роскошью тут недостает самых обыкновенных предметов, необходимых для комфорта. Здешнее поместье единственное, где употребляют корселевскую лампу и где устроена больница. В доме видишь зеркала в десять футов высотой, а стены не оклеены обоями. Мы отапливаемся здесь соломой, а ведь верховня сущий лувр. За неделю в печах сгорает столько соломы, сколько ее бывает на рынке Сен-Лоран в Париже. Примечание Корселевская лампа усовершенствованная масляная лампа. Народушие хозяев заставляло забыть и об отсутствии комфорта и о суровой русской земле. Эти боги живут на своем олимпе по-семейному. Анна читает марсельского историка Каппефига, автора десятитомного сочинения Европа во времена Луи Филиппа. Сидя рядом с ней, мать вышивает. Бильбаке беседует с графом Георгом, именуемым Гренгале, о грандиозной спекуляции, ибо он видит на Украине, как и повсюду, возможность заняться выгодными деловыми операциями. По этому поводу он обращается за консультацией к Сюрвилю. Вот в чем дело. Георгу Мнишику принадлежит в нераздельном владении с его братом Андреем поместье Вишневичи, одной из лучших в Российской империи. В этом поместье, находящемся около Брод, имеется двадцать тысяч десятин дубовых лесов. А во Франции тогда был большой спрос на дубовую древесину, которая шла на железнодорожные шпалы. Требовалось узнать, по какой цене можно было бы продавать вишневичские дубы французским железным дорогам, учитывая стоимость перевозки. Первое Гужом от Брод до Кракова, и второе по железной дороге от Кракова до Парижа, включая и сплав бревен плотами через Рейн у Кельна и через Эльбу у Магдебурга, так как мосты-Виадуки, еще не построенные и переправа речным транспортом неизбежна. Возьмем приблизительные цифры. Если дубовое бревно обойдется в 10 франков, то 20 франков положить на перевоз, а всего 30 франков. За какую цену можно продать в Париже 60 тысяч бревен? Если барыш составит лишь 20 франков с бревна, между компаньонами придется делить миллион 200 тысяч франков, да еще останется бесчисленное количество дров для топлива. Расчеты достойные Феликса Гранде. Удивительно добавляет Бальзак, что такое выгодное дело еще никем не начато. Но это объясняется беспечности русских помещиков. Их можно назвать своего рода креолами, на которых вместо негров работают мужики. Пусть Сюрвиль отвечает немедленно, так как госпожа Ганская хочет повезти своего гостя в Крым и на Кавказ до самого Тифлиса. Нельзя и представить тебе, какие огромные богатства накопились в России, но их сводит на нет отсутствие путей и сообщений. На днях я был в Верховенском фольварке, где молотят хлеб машинами, и на одно это селение приходится двадцать ометов высотой в тридцать шесть футов, длиной в пятьдесят, а шириной в двенадцать футов. Но воровство управителей и всякие траты намного уменьшают доходы. В Верховне приходится налаживать в усадьбе все ремесла. Там есть и кондитер, и обойщик, и портной, и сапожник, и прочие мастера из числа домашней челяди. Теперь я понимаю слова покойного господина Ганнского о его дворне. Он говорил мне в Женеве, что у него триста слуг, и даже создан из них целый оркестр. Хозяева Верховни завели у себя суконную фабрику, выделывавшую очень хорошие сукна, по десять тысяч штук в год. Французы перевели в смятение эти колоссальные богатства. Все земельные владения Эвелина Ганнская собирается отдать своей дочери Анне в обмен на пожизненную ренту. «Я знал о ее намерениях», пишет Бальзак Лори Сюрвиль, «и, кстати, сказать, восхищен тем обстоятельством, что счастье моей жизни свободно от всякой корысти». По правде говоря, только эта передача имения и делала возможным для Ганнской вступление в новый брак, но оставалось еще преодолеть много препятствий, получить дозволение царя, победить сопротивление родственников Ганнской. Только приехав сюда, я понял, сколько всевозможных трудностей стоит на пути к осуществлению моих желаний. Ходили слухи, что в Верховне две легкомысленные женщины мешали Бальзаку писать. Факты доказывают обратное. Бальзак закончил там в декабре 1847 года второй эпизод «Изнанки современной истории». Но он еще работал и над романом «Депутат от Арси» с большим произведением с огромным количеством действующих лиц. На сцену выпоется сто персонажей. Работал он также над мелкими буржуа, над театром, каков он есть, и над женщиной-писательницей. Начало этого многообещающего произведения позволяло надеяться, что писатель покажет эволюцию бальзаковского общества, параллельную эволюции французского общества. Клод Виньон, который в романе «Кузина Бетта» выступает в роли секретаря маршала Виссенбургского, военного министра, а в комедиантах неведомо для себя занимает кафедру в Сорбонне и ведет фильетон в журналь Дедеба, в романе «Женщина-писательница» становится академиком, оставаясь в то же время членом Государственного Совета, и получает по совместительству 15 тысяч франков жалования. Жозеф Леба, бывший приказчик торговца сукнами Гильома, а затем хозяин лавки под вывеской «Кошка, играющая в мяч», пять лет занимает пост председателя коммерческого суда, а затем делается пэром Франции. Прославленный Годисар, банкир и директор железнодорожного акционерного общества, уже и позабыл, что он был когда-то простым камивояжором. Андош Фино, фигурирующий в записной книжке Бальзака как граф Фино Делакайери, несомненно, больше и не вспоминал о тех временах, когда молодые пираты журналистики дерзко обращались с ним. Ведь способность забывать наблюдается не только у отдельных лиц, но и у целого общества. Примечание под фамилией Фино Делакайери Бальзак поставил господин Десавари. Тот мир, который Бальзак носит в своей голове, писал Морис Бардеш, живет своей самостоятельной жизнью и вместе с тем вверен исторической правде. Ганская не только не мешала ему продолжать работу, но побуждала к ней Бальзака. На обратном пути в Париж он писал ей «Не упрекайте меня за то, что я мало работал». «Скажите себе, что я совершил чудо, написал посвященного». Речь идет о втором эпизоде романа, повествующем о филантропии. Бальзак хотел озаглавить его «Братство утешения», а затем дал ему название «Изнанка современной истории». Это произведение задумано было как противоположность истории тринадцати. В нем сообщество могущественных и очень богатых людей посвящает себя служению добродетели. Первый фрагмент «Гнев святого» появился в 1842 году в благомыслящем журнале «Мюзе дофамии». Он написал в том же духе, что и сельский врач, и сельский священник. За эту книгу автор мог бы удостоиться Монтионовской премии. Создать ее оказалось нелегко. Сделать интересную драму без единого волка, забравшегося в овчарню, трудная штука. Выход найден — ввести в овчарню раскаявшегося волка. Готфруа, молодой разорившийся Дэнди в желтых перчатках, обретает на улице Шануанес, тени собора Парижской Богоматери, покровительницу старую баронессу де ла Шантари, которая окружает четыре незнакомца, бесстрастные словно бонзы, и пользующиеся глубоким уважением как архиепископа, так и самой высокой знати. Таинственное сообщество располагает огромными капиталами, и употребляет их на то, чтобы спасать несчастных. Заговор добродетели должен быть для читателей занимательным, как похождение распутницы Торпиль. Чтобы этого достигнуть, Бальзак вспоминает историю подлинную шуанского мятежа. В годы империи старую маркизу декомбре приговорили в руане к 22 годам тюремного заключения в кандалах, да еще выставили у позорного столба за то, что она скрывала у себя заговорщиков. Ее дочь, Каролина Акеда-Форель, погибла на эшефоте. Бальзак сделал из госпожи де-ла-шантери двойник действительно существовавшей женщины. Некую скорбящую мать, над которой тяготеют жестокие воспоминания. Через Вимара секретаря руанского апелляционного суда Бальзак достал текст обвинительного акта и, передавая в романе этот документ, мало отдалялся от подлинника. Зачем тут выдумывать? Это обычный прием романистов. Но множество подробностей показывает, что книга писалась под крылышком Эвелины Ганской. Незнакомцы с улицы Шануанес все читают подражание Христу. Почему? Потому что экземпляр подражания был в 1833 году первым подарком Евы Бальзаку. Писатель хранил в нем свои любовные сувениры, засушенные цветы и обрывки лент. И эту же благочестивую книгу госпожа де-ла-шантери дает неофиту Готфруа. Ведь в произведениях Бальзака религия, так же, как и политика, зачастую носит сентиментальный и романтический характер, писал Морис Регар. По вечерам Бальзак читал у камелька хозяевам верхомни страницы, написанные днем. Даже Георг Мнишек, больше любивший собирать коллекции насекомых, чем читать романы, казалось, был увлечен книгой, что можно считать одной из крупных побед Бельбоке. Хотя эпизод, посвященный написан был ослабевшей рукой, в нем есть свои достоинства. Ради драматического эффекта та семья, которую посвященному Готфруа поручено спасти, оказывается семьей главного прокурора Бурляка, а он выступал когда-то в суде как обвинитель госпожи Делла Шантери и ее дочери и добился для последней смертного приговора. У Бурляка имеется вполне реальный прототип барон Шопе Морево, главный прокурор при уголовном и особом суде в Руане. Имя этого человека Бернар писатель дал и барону Бурляку. Роль трогательной жертвы, необходимой во всякой мелодраме, играет Ванда, дочь Бурляка, страдающая таинственной болезнью польским колтуном. У доктора Кноте, состоявшего лейб-медиком в Верховне, Бальзак мог получить сведения об этой странной болезни и взять некоторые его черты для образа доктора Альперсона, который в романе излечивает больную Ванду. А сама Ванда веселое избалованное дитя, музыкантша, страстная любительница чтения, поглощающая романы, расточительница и кокетка, напоминает Анну Мнишек. Бальзак был гостем в чистопольском доме и использовал знакомство с новой средой. Рукоделие, которым занималась госпожа Ганская, в романе становится портьерой, вышитой юной Вандой. Бальзака восхитила мысль изобразить Бурляка, несмотря на его неумолимую прокурорскую суровость, неким подобием Горио, страстно любящим отцом, который создает для своей дочери иллюзию роскоши, тогда как соседняя комната обставлена нищенскими развалившимися вещами. Этой мыслью он, несомненно, обязан был недавно прочитанным рассказу Диккенса «Сверчок на печи». У себя дома на улице Батай он с удовольствием вел своих посетителей по обшарпанному коридору и комнатам с голыми стенами, а затем открывал перед ними дверь в будуар, подобный чертогу из «Тысячи одной ночи». Конец книги одни могут счесть мелодраматическим, а другие возвышенным. Это зависит от настроения читателя. В ту минуту, когда бывший прокурор, потрясенный добротой своих спасителей, почти без чувств падает на пол, появляется как призрак госпожа де ла Шантери, и бурляк, подняв на нее глаза, шепчет «Так мстят за себя ангелы». Сама религия принимает у Бальзака магический характер и становится орудием в руках могущественной оккультной силы. Но в плане человеческой комедии сюжетом романа является не столько личная драма его героев, сколько картина парижского милосердия, столь же сокрытая от посторонних взоров, как и его пороки. Можно представить себе, что при литературных чтениях, происходивших в гостиной Верховенской усадьбы, слушательницами было пролито немало слез, и эти женщины, которые порою обращались со своим другом Бильбоке как с веселым забавником, признали, что ему доступны все виды величия. Для него прощать было вполне естественно. Люди таковы, каковы они есть. Надо изображать их без всякой снисходительности, что зачастую делал Бальзак, но следует уважать в них благородные черты, которые найдутся даже у самых плохих людей. Хозяйки Верховни повезли своего гостя в Киев. Бальзак Лория Сюрвиль Ну вот, я видел Северный Рим, татарский город с тремястами церквей, с богатствами Лавры и Святой Софии и Украинских степей. Хорошо поглядеть на это разок. Ты не ли меня чрезвычайно радушно? Поверите ли, один богатый мужик прочел все мои произведения. Каждую неделю он ставит за меня свечку в церкви Святого Николая и обещал дать денег слугам сестры госпожи Ганской, если они сообщат ему, когда я приеду еще раз, так как он хочет увидеть меня. Госпожа Бальзак прислала новогодние поздравления и сообщила, что произвела инспекционный осмотр в его доме на улице Фортьюне. Я все нашла там в образцовом порядке. Везде такая чистота, что самой рачительной хозяйке не к чему было бы придраться. У тебя два хороших сторожа. Я считаю их честными людьми. Им хочется, чтобы ты поскорее вернулся. Они сказали мне, что их не раз уверяли, будто ты вот-вот приедешь, но они видели, что оговориться так для того, чтобы они не ослабляли усердие в работе. Твой архитектор бывает в доме, как мне сказали, раз в неделю. Я дружочек всегда в твоем распоряжении, и ты знаешь, что я очень рад бываю, когда могу быть чем-нибудь полезной тем, кого я так люблю. Можешь рассчитывать на меня во всем и для всего в любой час моей жизни. По старому обычаю скажу тебе, как провела я первый день Нового года. Прежде всего сходила в церковь и, помолившись в храме Господнем, обратила все мысли свои к вам, просила у Бога только одного — счастья для моих милых детей. Бальзак наслаждался обществом своих любимых акробатов и, чувствуя, как он изнурен и устал, хотел бы подольше побыть в тихой гавани, которая была для него верховня, но необходимость сделать очередной взнос за акции северных железных дорог заставила его уже в январе в самые морозы тронуться в обратный путь. Ганская дала ему лисью шубу, но холода были такие, что поверх шубы пришлось укутаться еще в теплую крылатку. Бальзак вез с собой 90 тысяч франков, которые ему дала чужестранка на оплату акций и на прочие деловые расходы. Хочется думать, что гостя на Украине Бальзак был счастлив. Впервые в жизни он оказался в одном из всех дворцов с бесчисленной челядью, о которых мечтал с детских лет. Его не возмущало, что неизменная почтительность вышкаленных слуг поддерживалась суровыми наказаниями, ожидавшими их за малейшее нарушение дисциплины. Тщетно Зельма Коро упрекала его за бесчувственность к страданиям народа. Она была вправе удивляться, что воображение писателя такое могучее, когда он рисовал людей своего класса, оказалось бессильным представить себе нищету и угнетение. Но будем снисходительны, ведь в течение трех месяцев он впервые чувствовал себя свободным от повседневных забот, от необходимости срочно готовить к сдаче рукописи, от мучительных тревог из-за неоплаченных векселей и счетов. Он испытывал облегчение как человек, но его творческая деятельность ослабела. Если он не работал верховне в том темпе, которого требовала прежняя горячка, то отчасти потому, что в польском лувре на него не давила необходимость. К тому же продолжение человеческой комедии ставило перед ее творцом новые проблемы. Созданные им персонажи постарели вместе с ним. Многие из них умерли. На кладбище Терлашес уже был великолепный памятник, под которым покоились Эстер Говсек и Люсьен де Рюбампре. Ватрен стал префектом полиции. Растиньяк вторично получил министерский портфель. Разумеется, было бы очень хорошо, если бы поэт мог оживить эти тени, которые, как мертвые герои Гомера, жаждали собраться вокруг него. Персонажи, ищущие своего создателя, теснятся в прихожих его незаконченных романов. Бальзак принимает их, он знает, что можно было бы сделать с ними, но боится, что у него не хватит сил завершить свою эпопею. Вот о чем он думал, когда, кутаясь в мех, наброшенный ему на плечи Евой Ганской, ехал в санях по унылой заснеженной равнине. Революции, потрясения, народное представительство. О народ, совершающий революцию, о море глухое, слепое от ярости. Виктор Гюго Февраль 1848 года. Возвратившись, Бальзак увидел Францию, кипевшую страстями. Это было время банкетной кампании сторонников реформы, когда за десертом ораторы требовали всеобщего избирательного права. Примечание, с июня 1847 года во Франции началась так называемая банкетная кампания в пользу избирательной реформы. По всей стране проходили банкеты, на которых ораторы требовали проведения избирательной реформы, расширения избирательных прав, снижения избирательного ценза и так далее. Тьер сравнивал кабинет министров с кораблем, который дал течь и с каждой минутой все глубже погружается в воду. Ламартин возвещал, что после революции во имя свободы произойдет революция, вызванная презрением к монархии. Даже национальная гвардия кричала «Да здравствует реформа!» Охлаждение буржуазии к королю было серьезной угрозой для буржуазного режима. Бальзак никогда не питал симпатии киульской монархии. Он желал более сильной власти, но он боялся конвульсий, сопровождающих всякий переворот. 22 февраля он обедал у Маргонна, у которого была квартира в Париже. Из-за восстания половина гостей отсутствовала. Домой Бальзаку пришлось возвращаться пешком, так как перепуганный хозяин наемной кареты отказался прислать за ним экипаж. Толпы народа при свете факелов носили по улицам трупы убитых. 23 февраля Бальзак, забыв о революции, был полон сладостных мыслей. Бенгали мечтал о розах своего сада. Садом называлась его милая киска. Вечером он узнал, что король уступил и пожертвовал своим министерством. «Это первый шаг Луи Филиппа к изгнанию или к эшафоту», писал Бальзак госпожа Ганской. Опасения толкали его в лагерь ультра-ройалистов. Политика должна быть безжалостна для того, чтобы государства были крепки. И, признаюсь, после всего, что я сейчас видел, я, как и прежде, одобряю и австрийский тюремный карцер и Сибирь и прочие методы абсолютизма. Моя доктрина абсолютизма с каждым днем приобретает все новых сторонников. К числу их принадлежит теперь и мой зять. Бедняга Сервиль ему тоже было страшно. 24 февраля Бальзак из львопытства последовал за колонной повстанцев и видел, как они в тюлери разбивали зеркала и люстры, рвали красные бархатные гардины с золотой бахромой, жгли книги. «Эти сатурналей, говорил он, внушают ему отвращение. Однако ж он унес с собой часть украшений и драпировки трона, а также школьные тетради маленьких принцев, внуков Луи Филиппа. Коллекционер утешил консерваторы. Виктор Гюго и его друзья желали бы спасти династию установлением регенства герцогини Орлянской, умной женщины либеральных взглядов. Но вооруженный народ осадил палату. Рождалась республика. Начнется анархия, думал Бальзак, нищета, грабежи. Его не успокаивало то, что во временное правительство вошел его друг Ламартин. Бальзак считал поэта очень порядочным человеком, но опасался его лирических восторгов. Деньги утекали. Акции северных железных дорог упали еще ниже. Трехпроцентные облигации падали с каждым днем. Старик Грандеск упал бы их сейчас. Бальзак написал Мнишикам, чтобы они прислали для этого деньги во Франкпорт и передали их в его распоряжение. Мнишики этого не сделали. Паника была так велика, что невозможно было напечатать статью или фильетон. Издатели и газеты не решались рисковать. 24 февраля в Тюлери Бальзак встретил Шанфлери, молодого писателя фельгетониста, принадлежащего к парижской богеме. 27 февраля он пригласил Шанфлери к себе на улице Фортюне и принял его, облачившись в свою знаменитую белую сутану. Гость нашел, что Бальзак очень хорош с собою. Живые черные глаза, могучая шевелюра с пробивающейся сединой, яркие краски лица, в которых резко перемежались желтоватые и красные тона на щеках, какая-то странная щетина на подбородке придавала ему вид веселого вепря. Он смеялся часто и громко, от смеха у него колыхался живот, за приоткрытыми полными румяными губами виднелись редкие зубы, крепкие как клыки. Бальзак продержал у себя шанфлерит три часа и надавал ему много советов. Молодой литератор писал маленькие рассказы. «Рассказики ни к чему не приведут», говорил Бальзак, «Ваши новеллы слишком короткие. Если долго заниматься сочинением таких вещей, это должно сузить кругозор». Он вспомнил, что знал одного человека по фамилии Берту, уроженца Камбре, который каждую неделю печатал новеллу в газете Ла Пресс. Года два он имел успех, а потом что с ним сталось? Сочиняйте новеллы и рассказы, раз это вам нравится, но не больше трех в течение года, и смотрите, пишите их только для своего удовольствия. За десять лет вы опубликовали тридцать новелл, считая по три в год. Если вам удастся создать двадцать шедевров из числа этих тридцати новелл, вы должны почитать себя счастливым. Зато десять месяцев в году пишите пьесы для театра, чтобы зарабатывать деньги. Много денег, потому что художник должен вести роскошную жизнь. Присоединяя к наставлениям пример, он показал гостю свою галерею и заявил, что Ротшильд очень завидует ему. Осматривая коллекцию, молодой литератор с удивлением думал, «Я же знаю эту галерею, где я видел ее?» И вдруг он узнал ее, это была галерея кузена Понса. Шанфлери выпала удача встретиться с Бальзаком, когда тот был в хорошем расположении духа, но очень скоро события вновь повергли его в тревогу. Казалось неизбежным столкновение между буржуа и рабочим. Люди в блузах против людей в сюртуках. Выборы на основе всеобщего избирательного права были назначены на апрель. Бальзак написал в газету «Конститюсионель», что он готов баллотироваться. Никто, говорил он, не имеет права уклониться в тот момент, когда Франция призывает всех олицетворяющих ее силы и разум. Он не обольщался относительно своих шансов на успех. Большинство людей посредственностей, сказал он Александру Вейлю, встретив его на бульваре. А потому они в общем и голосуют за подобных себе посредственностей. Вы верите, что Ламартин может быть главой республики? Только до тех пор, пока он будет позволять, чтобы вожаки тащили его за собой на буксире. Но в тот день, когда ему вздумается самому навязать им хотя бы одну из своих идей, одного из своих приверженцев его раздавят, как стеклянный стакан. А что касается его Бальзака, то если его не выберут, он уедет из Франции. Но возможно ли будет уехать? Революция уже перекинулась в Германию, в Австрию и в Польшу. Его не оставляла мысль вернуться в Верховню. Ну что ему делать в Париже? Две его кормилицы литература и театр теперь плохо питают его, к тому же он не желает быть гражданином республики. Пока Ламартин состоит министром, нетрудно будет получить заграничный паспорт, но до отъезда необходимо расплатиться с долгами, где найти денег. Ему предложили возобновить постановку когда-то запрещенного Ватрена, однако предложение сопровождалось бесчестными по мнению Бальзака требованиями, чтобы актер Фредерик Леметтер передразнивал незложенного короля. Это гнусно, я не соглашусь на это даже за 80 тысяч франков. Но вот маленькая удача в его жизни, Луиза де Бриньоль, именовавшаяся Дрянью, вышла замуж, но не за скульптора Эльшота, а за богатого промышленника Шарля Исидора Сего. Неожиданный брак, обращавший эту интриганку в невестку пэра Франции. Не сошел ли с ума этот человек, пишет Ганско и Бальзак. Какая однако удача. Она дает мне уверенность, что уже теперь эта оса не ужалит моего дорогого волчишку. Можно было надеяться, что после того, как Луиза де Бриньоль сделала такую хорошую партию и стала светской дамой, она больше не будет заниматься шантажом и вернет наконец последние из украденных ею писем. Резкие повороты парижской жизни поражают своей внезапностью. Уже в начале марта Жерардены дали блестящий вечер. Вокруг Бальзака все и буржуа, и финансисты спекулировали, покупали по низкой цене земельные участки и дома. Денежные люди все игроки, они всегда верят, что следующий кон принесет им удачу. Так как республика не продержится больше трех лет, это самый долгий срок, надо постараться не упустить выгодных случаев. У нас неизбежно будет какой-нибудь диктатор или диктатура, и мы возвратимся к монархии, лицемерно именуемой Конституционной, писал Бальзак Ганской, но пока что нужно было найти себе работу. Возрождалась надежда на театр. Мари Дорваль искала пьесу для театра «Истарик», где руководителем был Гоштейн. У Бальзака лежали в его папках наброски драмы «Мачеха», которая подошла бы театру, и автор мог быстро ее дописать. В издательском деле и книжной торговле был застой, театр оставался последней надеждой, а Бальзак переживал такую полосу безденежья, что приготовленный на обед жаркое приказывал растянуть на целую неделю. «Госпожа Ганской, чувствую, как я постарел. Работать становится трудно, в светильнике остается немного масла, лишь бы он в силах был осветить последние рукописи, которые я собираюсь завершить. Пять-шесть пьес для театра все могут уладить, а мозг мой еще достаточно живо работает, чтобы я мог их написать. Но последние вещи я пишу со слезами, это моя прощальная дань. Да, я уже больше не жду для себя ничего хорошего. Есть люди, которые словно созданы для того, чтобы знать в жизни только горести, тогда как другим все улыбается. Но я смиряюсь, благодарю вас, благодарю Господа Бога за все счастье, которое вы мне подарили». Ах, если бы Бальзак мог достигнуть в театре того же, что и в литературе, он был бы спасен и богат. Но как работать среди беспорядков? Скоро произойдет сражение, и республика проиграет его. А тогда поднимется все ценные бумаги. Вот если бы Жоржи, Георг Мнишек, доверил ему сто тысяч франков, сейчас на двадцать семь тысяч франков можно было бы купить столько акций северных железных дорог, сколько раньше на сто двадцать тысяч. Контреволюция несомненно победит. Мы не только на вулкане, мы в самом жерле вулкана. Когда Бальзак писал эти строки, он слышал, как на улице толпа пела Марсельезу. Хотя у Бальзака расстроилось зрение у него двоилось в глазах и на кара опасался паралича зрительного нерва, драма мачеха двигалась вперед. Он надеялся прочесть пьесу актерам девятого апреля. Мы сыграем ее двадцать девятого апреля. Если мне повезет в театре, все спасено, я стану скрипом в драме и буду зарабатывать по сто тысяч франков в год. Но как писать в такой атмосфере? Баронесса Ротшильд барометр политического давления полна мрачного спокойствия предшествующего бури. Бальзак думал, что после выбора в национальное собрание вспыхнет гражданская война. Однако он не снял своего имени из списка выдвинутых кандидатов депутаты. Раз объявлена лотерея, он не мог оказаться безучастным свидетелем и не взять билеты. Он оставался пессимистом. Может быть, через полтора месяца в Европе не уцелеет ни одного трона. И знаете ли, не следует обольщаться. Король был символом собственности. Боюсь, что через некоторое время нападут и на собственность. Это уж было бы концом всего. Пусть госпожа Ганская хорошенько запомнит, что даже в России собственность окажется под угрозой. Если придется бежать с Украины, Еву ждет убежище в Париже, так как через три месяца Париж будет самым надежным городом в мире. Мятеж породит там диктатуру. 9 апреля он прочел два акта мачехи Мари Дорваль и Гоштейну. И они, казалось, были восхищены. 16 апреля, хотя глаза у него болели, он прочел третий акт. Директор Ипполит Гоштейн, состоявший в связи с актрисой Маргаритой Лакрессоньер, умолял Бальзака дать ей роль. Какие интриги, какие неприятности, писать для театра, знаете ли, это значит согласиться вести безумную жизнь. И подумать только у него в работе шесть пьес. Но в театре я заработаю необходимые мне 500-600 тысяч франков, или же я сдохну. Кстати сказать, совершая эти геркулесовые подвиги, он учится драматургическому ремеслу, и вскоре ему будет так же легко писать пьесы, как и романы. Что касается политики, в Париже гул стоит от всяческих слухов. Дураки-карлисты вообразили, будто старая англичанка, госпожа Ла Мартин, дочь купца, торговавшего сыром, посадит на престол Генриха V. Можно лопнуть от смеха. А, впрочем, как знать? Всякое бывает, когда Бальзак станет по меньшей мере префектом Эндры и Луары, или же директором департамента изящных искусств, или же получит патент на табачную лавочку. Примечание, после революции 1830 года роялисты называли Генрихом V внука Карла X герцога Бордосского. А пока что Париж остается угрюмым. На Елисейских полях теперь проезжает 50 экипажей вместо 10 тысяч, дефилировавших там в прошлом году. Правительство затыкало рот прессе. Нам дана свобода умирать с голоду, равенство в нищете, братство в трущобах. По бульвару проходили процессии землекопов. 19 апреля, как раз перед выборами Бальзак поместил в газете Конституционель письмо, в котором ратовал заустойчивую власть. Начиная с 1789 года и до 1848 года, Франция или, если угодно, Париж каждые 15 лет меняли характер своего правительства. Не пора ли ради чести нашей страны найти, создать прочную форму государства, господства длительной власти, для того, чтобы наше благоденствие, наша торговля, наше искусство, дающие жизнь торговле, кредит, слава, одним словом, все достояние Франции не ставилось бы периодически под вопрос. По правде сказать, наша история за последние 60 лет могла бы объяснить историческую проблему исчезновения тридцати Парижей, от которых остались лишь обломки в нескольких точках земного шара, где их откроют путешественники и украсят свои музеи памятниками прежних времен, породивших нынешний Париж. Да будет новая республика могущественной и мудрой, ибо нам нужно правительство, которое подпишет договор на более долгий срок существования, чем 15 или 18 лет, да и то по воле второй договаривающейся стороны. Вот мое пожелание равносильное исповедание веры. 23 апреля Франция голосовала. Бальзак получил десятка два голосов, не больше. А Зелла Мартина голосовала в одном только Париже 259 800 человек. Откровенно говоря, вполне естественно, что монархические убеждения Бальзака не принесли ему голосов избирателей. Хотя в результате выборов прошли умеренные, будущее в глазах Бальзака оставалось тревожным. Париж, как он полагал, не примет тот состав национального собрания, который ему посылала провинция. Больше, чем когда бы то ни было, Бальзак хотел уехать из Франции. Ла Мартин обещал ему выдать заграничный паспорт, оставалось только получить русскую визу. Пока что Бальзак заканчивал мачеху, обедал у герцогини Декастри, она просто ужасна, настоящий труп, и принимал у себя свою будущую свояченицу Алину Манюшко. Она привезла к Бальзаку свою дочь Полину, очень красивую девушку. Третьего мая он видел у герцогини Декастри пьесу Мюссе Каприз, поставленной любительской труппой. Роже Альденбург, внебрачный сын герцогини и Виктора Меттерниха, был смешон в роли Шовиньи. Госпожа Деконтад очень плохо сыграла роль Матильды. Отчего получается, что светская женщина, изображающая на сцене светскую женщину, теряет всю свою прелесть и становится отвратительной. Как это возвышает настоящих актеров и доказывает их талант? С улицы Бак на улице Фортюне он возвращался пешком. Хорошая прогулка. Всю дорогу он мечтал о верховне. С какой радостью я отдал бы все свои драмы за то, чтобы попить с вами чайку за большим покрытым клеенкой столом в вашей столовой. А я должен ждать, когда поставят мою пьесу и поднимется занавес в угоду бестолковой публике, которая меня освищит. В день святого онере 16 мая на улицах Парижа забили общий сбор. Примечание 15-16 мая 1848 года происходила рабочая демонстрация в Париже, была предпринята неудачная попытка разогнать национальные собрания и образовать революционные правительство. Мари Дорвали, у которой только что умер ее внук Жорж Люге, отказалась от роли Гертруды в «Мачхи», и роль эта, по желанию Гоштейна, была передана его любовнице. И все же пьеса имела блестящий успех, первый успех, достигнутый Бальзаком в театре. Наконец-то ему удалось вложить в драму силу, присущую его романам. Сюжет пьесы таков, Гертруда де Мейлак служит гувернанткой в доме графа де Кроншан, старого наполеоновского генерала, ставшего при реставрации фабрикантом с уконщиком в Лувье. Довольно странный конец военной карьеры. Ей удалось женить на себе этого генерала достославного обломка империи, дочь которого Полину она воспитала. Гертруда любит Маркандаля, молодого управляющего графа, и узнав, что в него влюблена Эполина, пытается отравить свою падчерицу, Бальзак сам указал истоки пьесы. Как-то раз, будучи гостем в одном семействе, с виду очень дружным, он заметил, какими свирепыми взглядами обменивались мачеха и падчерица, и угадал, что они ненавидят друг друга. Он не стал добиваться сведений об этих двух женщинах, как полагается делать писателю реалисту, а предпочел довериться своей интуиции. К семейной драме он перемешал картину эпохи, написанной в лучших традициях человеческой комедии. Молодой Маркандаль, претендент на руку Полины, сын генерала, изменившего Наполеону в 1815 году, Граншан, ярый бонапартист, наказывает клятва преступника даже во втором поколении. Он не отдаст Маркандале свою дочь. Это вражда Монтекке и Капулетти. Каофель Готье написал восторженную статью. Театр и старик, вопреки неблагоприятным обстоятельствам и летней жаре, только что достиг успеха, которым ему очень рады, потому что он побудет гениального писателя посвятить драме и комедии редкие качества, которые он проявил Готье задается вопросом, почему самый глубокий знаток сердца человеческого раньше не проявил в театре поразительного своего таланта, делавшего его литературным феноменом столь же удивительным для физиологов, как и для поэтов, и дает такой ответ. Цензура, сейчас фактически уничтоженная, была в данном случае самой малой помехой. Тут надо говорить о трудностях внутреннего порядка, о скрытых ловушках, о тайном отвращении, он нарочит о воздвигаемых преградах, о всяческих препятствиях, отделяющих замысел произведения от его осуществления перед рампой. Гордость гения возмущается этими западнями. Директор, режиссер, актеры мужского и женского пола, статисты, машинисты, декоратор и осветитель одержимы одной мыслью, навязать вам не ту драму, которую вы написали, а другую. Вы уступаете их требованиям, и публика свистывает все те глупости, которые они все скопом наградили. На этот раз у Бальзака руки были развязаны, и критика единодушно отнеслась к нему благожелательно. Теофилю Готье дружественному судье вторил Жюль Жанен, зачастую в разжебный Бальзаку в своих отзывах. Мачих описал он вполне удавшаяся пьеса. Лишний раз этот замечательный романист показал, что он умеет сочетать высшую степень изящества и силу естественность, искусство и талант. К несчастью, политические бури оказались роковыми для спектакля. Париж горел в лихорадке восстания, многие не решались выйти из дому. Со второго представления театр на две трети пустовал. Гаштейн уведомил автора, что увозит свою труппу в Англию. Пьесу возобновят позднее, когда волнения стихнут. Мачеха не принесла Бальзаку и пятисот франков. Но похвалы действовали ободряюще, побуждали и дальше идти по этому пути. У Бальзака были замыслы других пьес, мелкие буржуа, меркаде, аргон, безумные испытания, ричард, губчатое сердце, Петр и Екатерина. Примечание речи идет о ненаписанной Бальзаком драме Петр I и Екатерина, задуманной в 1847 году. Ганской он сообщал, что напишет все эти пьесы для очистки совести. «Если же до декабря этого года положение не изменится ни для моей жизни, ни для моего сердца, я больше не стану бороться. Пусть течение потихоньку уносит меня как утопленника. Вы больше ничего не услышите о Бильбоке». Этот эллигический тон поражен новыми тревогами, вызванными Евой. Она была внимательна и нежна к своему любовнику, пока тот гостил верховне. А лишь только он вернулся в Париж, стала как будто равнодушной и черствой. Эта чувственная женщина испытывала потребность в непосредственной близости, тогда как у Бальзака с его богатым воображением, любовь кристаллизовалась на расстоянии. Он писал Ганской целые тома, в ответ получал записочки. Она советовала ему жениться на молоденькой. Алина Манюшка, которой он показал это невероятное письмо, сразу же предложила ему в жены свою дочь Полину, и он счел это еще более невероятным, бросить красивую юную девушку в объятия пятидесятилетнего мужчины. Но сестры были врагами друг другу. Наргон, видя, что он печален и одинок, обычным своим холодным и изысканно вежливым тоном пригласил его к себе в Саше, где писатель мог спокойно поработать. Бальзаку хотелось закончить роман «Мелкие буржуа», и, кроме того, его угнетало необъяснимое молчание чужестранки. Он принял приглашение. Сначала Саше хорошо подействовало на него. Он вновь увидел родную Турень, ее леса, ее прекрасные долины, маленькие замки, описанные в Лилии долины. Вспоминая день за днем счастья, пережитые верховне, он сравнивал себя с Луи Филиппом, который в своем изгнании в Клермоне наверняка с тоской вспоминал о Тюэлери. Февральская революция нисколько не изменила жизни в замке. Госпожи де Морган унылой горбуньи уже не было в живых. Все так же яростно после завтрака и после обеда Морган и его гости сражались в Вист с соседними мелкими помещиками. Вино из виноградника в Бувре бросалось в голову, и работа над мелкими буржуа совсем не двигалась. Несмотря на строгую бережливость Морганна, ели в его доме хорошо, слишком хорошо для Бальзака, у него усилилось удушье и перебои сердца. Ему трудно было подниматься в гору, а еще труднее сбираться по ступенькам лестницы. Он задыхался, он думал, что у него отек легких, что разбухшее сердце переполнено кровью. К этому надо добавить тяжелые потрясения. Кровавые июньские дни в Париже, 25 тысяч убитых, Ламартин навлек на себя глубочайшее презрение, закрылись театры. Маргон готовился уехать из США, считая его не очень надежным убежищем в случае всеобщего восстания. Хотя Бальзак находил Париж еще менее надежным, у него не оставалось другого выхода, как вернуться на улицу Фортуне. Все же он радовался, что его не было в Париже в дни восстания, ведь ему пришлось бы в рядах национальной гвардии атаковать баррикады повстанцев. Его плотная фигура представляла бы собой отличную мишень. К счастью, он уехал в США своевременно и в штабе не могли заподозрить, что он дезертировал, сознательно нарушив обязанности солдата-гражданина. В Париже его ждал чудесный сюрприз, несколько длинных писем от любимой. Значит, он напрасно обвинял ее, думал, что она забыла его. Виновата во всем оказалась почта, а не равнодушие. О, эти любовные письма! Уже полдень, а я их читаю с десяти часов утра. Это райское блаженство. «Видели вы когда-нибудь дрозда, опьяненного виноградным соком, когда идет сбор винограда? Он как в раю. Вот и я упиваюсь, пью без передышки из источника вашей души, переживаю за два часа два месяца вашей жизни. Это неописуемо». Тотчас же он отвечает на распекание. Но как она могла встревожиться по поводу нелепой выходки Алины, предложившей Бальзаку в жены собственную дочь. Уже семнадцать лет с тех пор, как он увидел в Невшотеле некую даму в фиолетовом бархатном платье. Он мечтает только об одной женщине. «Полноте мы будем вместе жить и вместе будем покоиться в вечности. Пусть даже и в вечности меня распекает моя неизменная спутница, и сейчас в угрюмом и обезлюдившем Париже, из которого выехало третьего населения. Мне весело, вы знаете отчего, ведь я вижу, что вы любите меня так же, как я вас люблю». А в доме у него полный беспорядок. Занелла стряпает плохо и не прибирает как следует. «Ах, если бы вы знали, как мне нужна жена!» В ожидании того счастливого времени, когда его жена возьмет в свои руки бразды правления в доме, он возлагает на мать и на своих племянниц Софии Валентину обязанность сделать инвентарную опись всего имущества. Когда он поедет на Украину, мать, всегда готовая к услугам сына, поселится на улице Фортюне. К счастью, есть кое-какие денежные поступления. Комедия Францесс дает ему аванс в сумме 5000 франков под будущую пьесу «Мелкие буржуа», а театр Адеон предлагает 5000 франков за Ричарда Губчатой Сердце. Как знать, может быть, он еще проживет достаточно долго, чтобы перевести человеческую комедию в драматургический план. Это было бы замечательное предприятие. Кроме того, Ганская прислала 10 000 франков, что позволило сделать новый взнос за акции северных железных дорог. Акции нужно сохранить во что бы то ни стало, так как строительство железнодорожной сети скоро будет завершено и курс акций поднимется до 1000 франков. Сколько приятных новостей. От них исчезли перебои сердца. Любимая прислала в письме цветок розового подснежника. Сразу Бальзак чувствует себя молодым и гонит прочь все сомнения. 4 июля умер Шаттебриан. Пережив июньские дни, Париж как будто отупел. В ушах у него все еще стоял шум ружейных перестрелок, гул набата, пушечных залпов, и он не услышал того торжественного молчания, что сопровождает кончину великих людей, писал Виктор Гюго. Бальзак участвовал в погребальном шествии. Вокруг него парижане болтали о своем. Эти похороны были уроком. Все было холодно, рассчитано бездушно. Пришли словно на биржу, писал Анганской. Вечером Бальзак обедал у сервилий и играл в вист. На улицах слышалось «Проходи, стой, кто идет!» Глухих или рассеянных, помедливших с ответом, убивали. Бальзак тотчас решил выставить свою кандидатуру в академию, чтобы занять освободившееся кресло Шаттабриана. Разве не нужно было для славы академии, чтобы умершего великого писателя заменил великий живой писатель? Гюго, с которым Бальзак говорил, обещал ему свой голос. Он восхищался Бальзаком и через Вакири просил его написать фильетон для газеты «Эвенман», который он основал. Редкостная удача в эти дни хаоса. Между Агюстом Вакири и Бальзаком завязалась дружба. Вакири, готовившийся поставить на сцене свою драму в стихах «Трагальда-бас», пригласил Бальзака на репетиции. Возвращались они вместе пешком от театра Порт-Сен-Мартена до Фабур-Сен-Тонаре. Трагальда-бас совсем не нравился Бальзаку, отвратительная пьеса из породы под Гюго. Но он охотно вел доверительные разговоры со своим молодым спутником. Он начинал верить в воцарение Генриха Пятого. Тогда ему Бальзаку можно будет попросить, чтобы его назначили послом в Лондоне или Санкт-Петербург. Как жаль, говорил он, что Виктор Гюго скомпрометировал себя, присоединившись к республике. Не будь этого, любые чистолюбивые притязания стали бы для него дозволены. Вакири робко заметил, что ведь и Бальзак также добивался избрания в депутаты. О, это большая разница, ответил Бальзак. Меня же не выбрали. 17 августа он прочел в комедии Францесс свою пьесу Меркаде, по-новому называвшуюся Делец. Читал он изумительно. Теофель Готье, слышавший эту пьесу раньше, восхищался актерским талантом Бальзака. Его чудовище тявкало, мяукало, ворчало, рычало, вопило на все лады, возможные и невозможные. Незаплаченный долг сначала пел соло, и его арию поддерживал мощный хор. Кредиторы вылезали отовсюду, из-за печки, из-под кровати, из ящиков комода, из камина. Одни проскальзывали сквозь замочную скважину, другие забирались через окно как любовники, и наивы прыгивали из чемодана как игрушечные чертики из шкатулки с сюрпризом, а прочие проходили сквозь стены будто через люк. Такая сутолока, такой галдеж, такое нашествие, словно волны морского прилива. Меркадет тщетно пытался стряхнуть их с себя. На приступ шли другие, и до самого появилось мрачное кишенье марширующих кредиторов, целые полчища термитов спешили пожрать свою добычу. Никогда, сказал Жюлю Кларити, один из актеров, слушавших чтений, никогда еще ни один человек не создавал у меня такого ощущения. Гений — это непреодолимая сила. Пьеса была принята единогласно, но Бальзак рискуя потерять все шансы на удачу как в театре, так и в академии, стремился лишь к одному — вновь уехать на Украину. В нем говорил не столько страх перед революцией, сколько потребность быть возле любимой. Я верховничал весь день, и в мечтах я настолько переношусь верховню, что вижу даже самые незначительные мелочи ее обихода. Мысленно я открываю шкаф со сластями, тот, что стоит у окна в твоей спальне рядом с дверью красного дерева, который ведет в туалетную комнату. Пересчитываю пятна воска от свечей, оплывавших на бархатный скатерть того стола, за которым мы играли в шахматы. Раскрыв большой шкаф, смотрю на носовые платки моего любимого волчишки. Сижу за чаем, который подавали в половине девятого спальне мадам Эвелины. Клянусь честью, любовью к тебе, я живу там. Да, это действительно любовь. У далекой возлюбленной уже нет огромного состояния, ей 48 лет, и если меня томит неодолимая жажда быть возле своего волчонка, если я живу лишь для того, чтобы чувствовать свою киску, если меня гложет желание услышать шелест твоего платья, сомнений нет, это настоящая любовь. Он уже готовился к путешествию и к свадьбе. Разыскав священника своей приходской церкви Сен-Филипп Дюруль, который был с ним очень любезен, Бальзак получил от него разрешение на бракосочетание в одной из польских епархий. Русский посол дает ему визу, на киевский губернатор направляет секретные инструкции военному губернатору Одессы. Его императорское величество соблаговолили милостиво разрешить французскому литератору Бальзаку, приезжавшему в Россию в прошлом году снова приехать. Честь имею просить ваше превосходительство держать его под строгим надзором и аккуратно уведомлять меня о результатах такового. Решив все бросить и в случае нужды принятия государства, если царь этого потребует. Бальзак 19 сентября поехал к своей полярной звезде. Он оставил Лоран Жану доверенность, дав ему полномочия блюсти его литературные и театральные интересы. Госпожа Бальзак назначалась правительницей особняка на улице Фортюне. С этим гнездышком, хоть оно и достойно было двух ангелов, он расстался без сожаления. Он чувствовал себя чужим, новому миру, рождавшемуся в Париже и во всей Франции. Для того, чтобы описать преобразовывшееся общество, ему не хватало дистанции во времени и свободы мыслей. Да и как работать, когда он горит желанием поскорее вступить в брак, который был бы для него спасением? Больной всегда бывает немного ребенком. Измученный, задыхавшийся, он чувствовал потребность положить голову на плечо ласковой матери. Пусть мать любовница иной раз и пожурит расточительного сына. Это не убивает любви. Наоборот, а кроме того, если мощь его воображения и уцелела, об этом свидетельствуют наброски, начальные отрывки романов, написанные в то время, у него не хватает теперь физических сил, чтобы построить и закончить эти произведения. Он надеялся, что в украинском уединении здоровье вернется к нему. Ладья в тумане. Я состою в оппозиции, которая называется жизнью. Бальзак. Конец 1848 года и весь 1849 год Бальзак провел в Верховне. После парижской сутолоки и тревожной сумятицы он попал в тихую заводь. Ему отвели прекрасные комнаты, к нему приставили слугу великана Фомо Губернатчука, который иной раз кланялся ему в ноги. Утром, когда он входил в свой рабочий кабинет, прислуживавший ему мужик разводил жаркий огонь в камине. Бальзак обутый в меховой домашней туфли кутался в халат из термоламы, черкесской ткани удивительно теплой и легкой. Казалось, будто он облачен в солнечное сияние. На письменном столе горели свечи в серебряных канделябрах. Бальзак неспеша работал над несколькими вещами. Мадемуазель Девисар или Франция во времена консульства, женщина-писательница или принимался за театр, как он есть. Но это уже не был тот каторжный труд, когда просроченный вексель заставлял его писать по новелле за ночь. Во время пребывания Бальзака в Верховне, если в Париже вдруг срочно требовались деньги, он обращался к своей хозяйке, и она через посредство русского банкира пересылала нужную сумму Ротшильду. Легкость убивает плодовитость. Нельзя сказать, что владелица усадьбы всегда благожелательно принимала просьбы о деньгах. В своей поместье она отдала дочери, выговорил себе только пожизненную ренту, что ограничило ее средства. Оставалась последняя надежда, граф Георг Мнишек, но молодая его жена, графиня Анна, была мотовкой, и сам Мнишек увяз в долгах. Огромные имения давали супругам смехотворно малый доход. Обоих тревожил брак их матери с расточительным французом, обремененным тяжелым пассивом. Они с радостью дали у себя приют гениальному гостю, оживлявшему дом, но опасались, что Эвелина Ганская возьмет на себя во Франции непосильные денежные обязательства. Прекрасный особняк на улице Фортюне, о котором с такой гордостью рассказывал Бальзак, не был еще полностью оплачен. Большие деньги Бальзак оставался также должен и за обстановку. Да и не придется ли будущей госпоже де Бальзак содержать на свои средства всю семью своего супруга? У свекрови не осталось ни гроша. Госпожа Ганская уже обещала выдавать ей на содержание по 1200 франков в год. Зять Сервиль тоже жаловался. Дела его, как всегда, шли плохо. Жених Софи ретировался. И Лоре предстояло дать приданное двум дочерям. Узы сердца и ума, соединявшие Бальзака с его полярной звездой, оставались прочными, но Ганская все еще колебалась, не решаясь скрепить их браком. Во всяком случае, следовало подождать, пока Бельбаке распитается со всеми своими долгами, а как можно доверять человеку, который никогда не умел отличать подделку от настоящих ценностей. Эти сомнения, которые он угадывал и которые Ганская зачастую откровенно высказывала, терзали Бальзака, ведь он выбился из сил, и лишь этот феерический брачный союз смог, как ему казалось, восстановить его положение и дать ему счастье. Академия? Он поручил матери развести его визитные карточки всем бессмертным, но разве карточки заменяют личное посещение? Ты мне в обрез отсчитал карточки для академиков, скоро будет баллотировка, а не нужно ли было предпринять еще какие-нибудь шаги, робко спрашивала матушка. 11 января должно было решиться, кто из кандидатов займет кресло покойного Шотобриана. Когда Виктор Гюго в этот день сел на свое место, Ампи и Понжервиль, два бессмертных, обреченных на самое смертельное забвение, наклонились к нему и прошептали «Бальзак, не правда ли?» Гюго Гюго ответил «Ну конечно». Было только два кандидата «Герцог Денуай и Бальзак». Герцог Денуай получил 25 голосов, Бальзак 4. Два бюллетеня признаны были недействительными, один оказался пустым. Через неделю состоялись новые выборы на место умершего Вату. Бальзак получил два голоса, за него голосовали Гюго и Виньи. Если бы учитывали голоса по их весомости, то Бальзак был бы выбран. Но их просто подсчитывали, и поэтому прошел граф Десен 3. Автор истории завоевания Неаполя одержал верх над автором человеческой комедии. «Всякое собрание это народ», сказал кардинал Дерец. Лоран Жан писал Бальзаку. Подсчет был плох, зато академики уж очень хороши. Тем временем матушка царила на улице Фортьюне над Франсуай Занеллой и выдерживала атаки нотариуса, сборщика налогов и поставщиков. Ей дано было предписание подгонять обойщика, приобрести хрустальные розетки для канделябров, выкупить из ломбарда и доверить в качестве образца ювелиру Фроман Мерису серебряное блюдо, по которому тот должен сделать несколько мелких тарелок, чтобы пополнить сервиз, заказать очень красивые консоли наборной работы в духе изделий буля, украшенные химерами, красноречивый герб, на консоли водрузить две китайские вазы, которые при переноске следует поддерживать снизу, ведь если ухватить их сверху, они могут надломиться. Словом, на мать возложено сто поручений, требующих множество хлопот и волнений, утомительных для старухи 72 лет, но она успешно со всем справляется. Сын дозволяет ей разъезжать по его делам в наемном экипаже, а не по мнибусе, хотя этот вид транспорта стоит всего шесть су. Она хорошо питается, живет в тепле и наслаждается в этом очаровательном доме комфортом, тем более для нее ощутимым, что перед этим она находилась в стесненных обстоятельствах, граничивших с нуждой. Почти всегда она просыпается около четырех часов утра и прежде всего возносится душой к Господу Богу. Затем она нежится в постели до шести часов. Она одевается одна без помощи Заневы, идет к Месси, дает затем распоряжение слугам, говорит Франсуа «Нынче сыра». Нужно колорифер затопить. Заказывает за Нелли обед, суп, вареные каштаны, немного рыбы. Вечером читает подражание Христу и вяжет покрывало на постель для своей внучки Софи. Разумеется, жизнь довольно однообразная, хоть бы разочек сыграть в трик-трак или в шашки, но живя в твоем волшебном дворце, где мне так хорошо прислуживают, я все вспоминаю прежние счастливые дни. Проживи, отец, еще хоть несколько лет, я пользовалась бы теперь, если и не такой роскошью, то, во всяком случае, удобствами, соответствующими моему возрасту и положению. Но я за все Господа благодарю, да будет воля его. Пишет она сыну. Панаре проявляет к ней некоторое внимание, вполне ею заслуженное, поскольку она немало трудится ради него. Зато он сырого выговаривает ей, если она свершит какую-нибудь ошибку. Он добился от своей Евы, чтобы она послала его матери 31 тысячу франков на очередной взнос за акции северных железных дорог и на уплату некоторых долгов. Ротшильд обязан был выплатить присланные деньги на дому по адресу получательницы улицы Фортюне, дом номер 14, госпожа Саламбье. Почему указана девичья фамилия матери? Да потому что Бальзак сам должен деньги этому банку и боится, как бы какой-нибудь невмер усердный кассир не перехватил в уплату долгая часть поступившей суммы, увидев имя Бальзак. Но когда служащий банка явился в волшебный дворец, слуги заявили, что они знать не знают госпожи Саламбье. Разумеется, банк Ротшильда, которому сообщили госпожа Саламбье, таковая неизвестна, поднял тревогу в русском банке Гальперина, через который Ганская переводила деньги. Гальперин запросил верховне новых указаний. Какое унижение для Бальзака, ну просто нож в спину, жаловался он матери, да еще сколько раз его повернули в ране. Как я страдал. И зачем его мать допускает такую неосторожность, что открыто говорит в своих письмах о денежных неприятностях Лоры? Как она осмелилась написать, что Сервиль будет разорен, если не удастся дело с Капистаном? Речь шла об осушении болота в департаменте Эро. Госпожа Бальзаки понятия не имеет, что значит прибытие почты в таком далеком углу как Верховня. Приезжает верхом из Бердичева Казак, привозит почту. Его нетерпеливо ждут, сообщают друг другу содержание писем, свежие новости. Бальзак неосмотрительно начал читать вслух столь неудачное послание матери, и ему пришлось признаться, что Сервиля, так же, как и самого Бальзака, вот уже двадцать лет травят кредиторы. И тогда в Верховне пошли бесконечные сетования, если бы мы не затеяли постройку дома на улице Фортюне, которая обойдется так дорого, у нас были бы теперь наличные деньги, и мы могли бы облегчить страдания изобретателя. Мать не имела так же права говорить о заемном письме, выданном господину Гедобоне Висконти, а уж если говорить, называть его господином Фессаром. Но как это у нее не хватает сообразительности избежать таких промахов? Несчастная старуха тоже вспылила, когда вы будете полюбезнее с вашей бедной матерью, она вам скажет, что любит вас и молится за ваше спокойствие, а наше спокойствие весьма гадательно. В ответ Бальзак разражается гневом. Верховня 22 марта 1849 года. Дорогая матушка, если кто-нибудь бывал когда-либо изумлен, то, конечно, тот пятидесятилетний мальчик, к которому было обращено твое письмо, где перемешаны вы и ты, письмо от 4 марта, полученное мной вчера. Не желая получить другое письмо в том же духе, скажу тебе, что я посмеялся над ним, если бы оно не принесло мне глубокого огорчения, ибо я вижу в нем полное отсутствие справедливости и полное непонимание нашего с тобой положения. Тебе, однако, следовало бы знать, что если мух не ловят на уксус, то уж тем более не привлечешь этой неприятной кислотой женщину. По воле урока твое письмо, нарочито сухое и холодное, попало мне в руки как раз в ту минуту, когда я говорил, что в твои годы тебе следует жить в достатке, и что Занелла должна оставаться при тебе, что я не успокоюсь до тех пор, пока ты не будешь иметь, кроме ста франков пенсиона ежемесячно, еще и оплачиваемую мною квартиру и триста франков на Занеллу. И вот надо же, когда я, как ты сама признаешь, говорил по поводу этих вещей совершеннейшую правду, мне подают твое письмо. В моральном плане оно произвело на меня впечатление того пристального и злобного взгляда, каким ты устрашала своих детей, когда им было по 15 лет. Но, к сожалению, в 50 лет подобные приемы уже не действуют на них. Кроме того, особо, которое может составить мое счастье, единственное счастье жизни бурной, трудовой, тревожной, полной превратности, той жизни, которую я с юности до сей поры веду в постоянной нищете, это ведь не ребенок, не 18-летняя девочка, ослепленная славой, или прельстившаяся богатством, или покоренная чарами красоты. Ничего этого я не могу ей дать. Этой особе уже за 40 лет, и она перенесла много испытаний. Она очень недоверчива, и обстоятельства жизни усилили ее недоверчивость. Вполне естественно, что при том расположении мыслей, в каком я знаю ее уже 10 лет, я сказал ей, что она ведь не вступает в брак с моими родными, что в полной ее воле будет видеться или не видеться с ними, а сказать так меня побудили честность и деликатность и здравый смысл. Я не скрыл этого условия ни от тебя, ни от Лоры. Однако даже это обстоятельство, вполне естественное, показалось вам подозрительным, и вы сочли его только предлогом или каким-то дурным замыслом с моей стороны, с желанием возвыситься, аристократничать, бросить своих близких и так далее. А между тем, это чистейшая и единственная правда. Неужели ты думаешь, что твои письма, где ты наспех бросишь мне несколько ласковых слов, мне, который должен бы стать для тебя предметом гордости, а особенно письма, подобные тому, какое я получил вчера, могут привлечь к новой семье женщину такого характера и такой опытности? Я, конечно, не прошу тебя притворно выражать чувства, которых у тебя нет. Ведь только Богу до тебе известно, что с самого моего рождения ты отнюдь не душила меня поцелуями. И ты хорошо делала, ведь если бы ты любила меня, как своего обожаемого Анри, я, вероятно, стал бы таким же, как он. И в этом смысле ты была для меня хорошей матерью. Но я хотел бы, чтобы у тебя появилось сознание своих интересов, которого у тебя никогда не было. И чтоб ты хоть ради них не мешала бы моему будущему, я уж не говорю моему счастью. Бальзак дивился слепоте своих родных. Как у него такие серьезные шансы жениться на богатой знатной женщине, чудесной доброты, женщине, которой восторгается вся Россия и которая в Париже пользовалась бы большим весом. И, занимая в свете видное положение, помогла бы выдать замуж обеих девиц Сюрвиль, а мать в угоду своему высокомерному характеру все готова испортить. Неужели Лора не понимает, что для госпожи Ганской ничего нет проще, как распроститься с Бальзаками с его августейшей фамилией? Не делает этого госпожа Ганская, потому что ее дети и она сама все больше восхищаются Бальзаком. И неудивительно, что их возмущает, отчего его собственные родные не выказывают ему такого же уважения. Бальзак, Лори Сюрвиль, не поворачивай в дурную сторону все, что я тебе говорю. Я говорю от чистого сердца и хочу тебе разъяснить, как вам надо себя вести в вопросе о моей женитьбе. Так вот, дорогая детка, надо действовать осторожно, обдумывать каждое слово, каждый свой поступок. В общем, если я окажусь в чем-либо неправ в этом длинном письме, не надо за это на меня сердиться. Прими из моих советов то, что сочтешь верным, и главное, сожги письмо, и больше о нем говорить не будем. То же самое я рекомендую сделать и маме. «Пожалуйста, запомни хорошенько, что у меня нет ни малейшего желания помыкать своими родными, быть самодержцем, требовать повиновения. Я хотел бы только, чтобы мои близкие не делали ошибок. Если мои советы идут наперекор здравому смыслу, не станем больше говорить об этом. Я жажду лишь одного, полного спокойствия, семейной жизни и более умеренного труда, чтобы завершить человеческую комедию. Думается, все теперь ясно, и если вдруг мои планы здесь осуществятся, я надеюсь создать, как говорится, хорошую семью. Если же меня постигнет полная неудача, я заберу библиотеку и все, что мне принадлежит на улице Фортюне, и как философ построю по-новому свою жизнь и свое будущее. Но на этот раз я поселюсь где-нибудь на полном пансионе, сниму одну меблированную комнату, чтобы иметь независимость во всем, не связывать себя даже обстановкой. Для меня в нынешнем деле, оставив в стороне чувство неудачи меня морально убило бы, возможно, лишь одно решение. Все или ничего, орел или решка. Если я проиграю, я жить не стану. Я удовлетворюсь мансардой на улице Лидигер и сотни франков в месяц. Мое сердце, ум, честолюбие стремятся только к тому, чего я добиваюсь вот уже шестнадцать лет. Если это огромное счастье мне не достанется, мне больше ничего не надо, ничего я не хочу. Не следует думать, что я люблю роскошь. Я люблю роскошь, собранную на улице Фортуне, но при условии, что ей будут сопутствовать прекрасные женщины знатного рода, жизнь с ней в достатке и прекрасные знакомства. Сама же по себе роскошь не вызывает во мне никаких нежных чувств. На улице Фортуне все создано лишь во имя ее и для нее. Была и другая обида, правда, маленькая. В начале своего пребывания на Украине он получил несколько писем от своих племянниц, и эти девичьи письма, полные кошачьей ласковости и остроумия, очень забавляли графиню Анну. А затем София и Валентина перестали писать из-за того, объясняла госпожа Бальзак, что дядя Оноре перестал им отвечать. Как ты, моя мать, находишь, что твой пятидесятилетний сын обязан отвечать племянницам? Да мои племянницы должны считать для себя честью и радостью, если я подчеркну им несколько слов. Матери пришлось смириться перед такой бурей. София и Валентина снова принялись подражать госпоже Де Севинье. Очаровательная София вела также дневник. В этом семействе всех тянуло к Перу. 1 января 1849 года София описывала обед, который они с Валентиной устроили на улице Фортюне у бабуси. Бедная бабуся, какая радость для нее принимать нас, изображать из себя важную даму, какой она была когда-то. В большом камине слепными украшениями пылал яркий огонь. А какой был славный обед, все любимые нами кушанье. Франсуа и Занелла усердно хлопотали вокруг нас. Один лишь папа был печален и мрачен. Дяде в России он даже не написал нам. Живет он там в роскоши, в богатстве и думать позабыл о своих бедненьких племенницах. София влюбилась в сына Зюльмы Каро. Любовь оказалась без взаимности. Что касается дядюшки Даблена, то он, явившись с обычным своим новогодним визитом, не принес подарка. Фи, какой гадкий! Старый холостяк, у которого 40 тысяч франков годового дохода, одержим страстью ко всякому старинному хламу и мог бы, кажется, подарить хотя бы китайскую чашку за два франка. Впрочем, в его годы скряжничать простительно. Дядя дядюшкин дядюшкин знаменитости будет ставить его ниже себя. Может быть, я ошибаюсь. Поэтому я горячо желаю, чтобы все вышло по его желанию. А все-таки это разлучит нас. Мы будем унижены. Но какое это имеет значение? Буду нынче вечером молиться о женитьбе дядюшки. Я хочу любить его таким, каков он есть. Он сообщил бабушке, что назначает ей содержание сто франков в месяц. Какое счастье! Надо признать, что близ важной дамы чувства его облагораживаются и сердце возрождается. Он добрый человек. Он любит по-настоящему. Юная София умница. Она уже понимает, что настоящая любовь порождает доброту. Она жалеет своих родителей и прощает им, что они неудачники в жизни. Боже мой, как мучительно видеть, что отец такой мужественный человек утратил мужество. Он столько работал. Он ложится спать, но не спит. И вот, чтобы развлечь папу, София возит его в Тюэлери или в Найи. Как хорош Париж, как прекрасно солнце, как воздух свеж и мягок. Натурали столь любопытно наблюдать у Софии и Валентины черты небесного семейства, проявившиеся и у нового поколения. Во вих девушках заметна склонность писать, легкое тщеславие, природная доброта. И тон, и манеры у них мещанские. От деда и бабки они унаследовали инстинктивное почтение к знатности и презирают торговцев. Доблен несколько отличается от обычных торгашей. Он любит красивые художественные вещи, с удовольствием слушает, как София играет на пианино. Я уважаю его, но из гордости не показываю ему этого. Он богат, и я не хотела бы смешиваться с тем сбродом, который метит на его наследство. Впрочем, когда Доблен окружен своими приспешниками, в нем проступают вульгарные черты. Он позволяет себе топорные шутки и смеется как лавочник. Все бальзаки, как известно, артистические натуры. Они забывают, что кое-кто из их предков тоже держал лавку в квартале Море. Мама закончила пьесу «Счастливая женщина». Папа прочел ее и раскритиковал. Создавая произведения искусства, говорит София, никогда не надо слушать суждения своих родных. Близкие судят-то слишком мягко, то слишком строго. Право можно подумать, что мы в Вильпаризе в 1820 году. Бальзак Лори Сервиль 25 июня 1849 года. Письма твоих девочек доставляют здесь несказанное удовольствие. По их слогу, по почерку и по содержанию наши читатели уже угадали характер обоих авторов. Склад ума и тип красоты свойственный каждой. Их писем громогласно требуют здесь, когда приходит славный толстый пакет, на котором я узнаю твой почерк. Если когда-нибудь графиня Анна приедет в Париж, она часто будет давать девочкам билеты к итальянцам в оперу и в опера комик. Но, возможно, отъезд в Капистан похитит у Парижа этих двух крошек. Ты мне пролила целебный бальзам на душевную рану своими словами о Капистане. Сервиль привел наконец к цели свою ладью. На ладья самого Бальзака еще плыла в тумане. Энергичному самозброду Лоран Жану было поручено вести переговоры с издателями и редакторами газет. Госпожа Бальзак должна была подписывать договоры, но не обсуждать их. Поверенный в делах проявил много рвения и ума, но все же не мог добиться постановки дельца. Он сообщал Верховню театральной новости. Гоштейну удавалось сделать полные сборы в его театре благодаря вековечным мушкетерам. Из всех театров на бульварах только он ухитряется в настоящее время выколачивать деньги. Успех имел еще один театр, который ставил маленькую пьесу, нападавшую на республику. Лоранжан находил, что эта пьеса большая низость. Целый год терпеть правительство, которое ты ненавидишь, каждый день кланяться ему, платить ему, как дурак, и воображать, что твоя честь спасена, если ты по вечерам будешь помаленьку высмеивать его. Это полная потеря смелости. Лоранжан торопил Бальзака, просил поскорее прислать ему шедевр. Не хочу тебя упрекать, но вот уже полгода Франция овдовела, утратив своего гения, и я не вижу, чтобы ты готовил что-то великое. Твой лакей Лоранжан Госпожа Ганская Анна и Георг Мнишек по-прежнему проявляли беззаветную привязанность к нему, нежность, стремились вырвать сырники, которыми поросла дорога его жизни, но самое главное дело свадьба все откладывалось, и эти отсрочки раздражали Бальзака. Надежды застопорились, графиня Авелина зависела от царя, что был законить передачу имения Анни Мнишек, учредить пожизненную ренту и даже на то, чтобы заключить церковный брак, требовалось разрешение императора, которое еще не было получено, несмотря на мольбы и хлопоты. Бальзак его сиятельству графу Уварову, министру народного просвещения. Санкт-Петербург, 5 января 1849 года. Скоро уже 16 лет, как я люблю благородную и добродетельную женщину. Особо это является русской подданной, и полнейшая ее преданность не подлежит сомнению. Разумеется, высокие качества ее оценены по достоинству, ибо вам все в России известно. Она не хочет выйти замуж за иностранца без согласия августейшего повелителя. Однако она удостоила меня права просить об этом согласии. Я отнюдь не ропщу на покорность госпожи Ганской, ибо нахожу это естественным. Соответственно, своим политическим убеждением я никогда не критикую и тем более не иду против закона в любой стране. Если бы я давно уже не исповедовал таких принципов, меня привела бы к ним судьба тех людей, которые их не придерживаются. Впрочем, меня не страшит то, что счастье моей жизни ныне зависит исключительно от его величества императора российского, и мое ожидание счастливого исхода становится почти что радостной убежденностью в этом, насколько я верю в рыцарскую доброту его величества, равную его могуществу. В молодости Бальзак промурлыкал бы та-та-та. Но доживет ли он до дня свадьбы? Он тяжело заболел. Уже давно сердце беспокоило его. В 1849 году беспокойство сменилось жестокой тревогой. Он не мог ни ходить, ни поднять руку, чтобы причесаться. Сразу начиналось удушье. Несколько раз приступы были так сильны, что могли привести к смерти. Обитатели Верховни лечили два врача, доктор Кноте и его сын, ученики знаменитого немецкого доктора Франка, пользовавшегося европейской известностью и практиковавшего в Санкт-Петербурге. Бальзак считал, что оба доктора очень хорошо его лечат. Их диагноз гипертрофия сердца. Они стремились восстановить затрудненное кровообращение в венозной системе и очистить загустевшую кровь. Но когда больного заставляли съедать натощак целый лимон, у него поднималась такая рвота, что ему казалось, будто он сейчас умрет. Однако при моем бычьем организме властительнице человечества придется еще повозиться со мной. Я состою в оппозиции, которая называется жизнью. Мать напомнила ему, что в семействе Саламбье ни она сама, ни бабушка не переносили лимонов. В таком состоянии невозможно было отправиться в обратный путь. Сначала Бальзак назначил отъезд на сентябрь 1849 года, но в это время он чувствовал себя слишком плохо для подобного путешествия. Нужно лечиться еще шесть или восемь месяцев для того, чтобы клапаны сердца вновь приобрели эластичность, писал он родным. Ему нравился доктор Кноте, гофмановский персонаж, составлявший секретные порошки и коллекционировавший скрипки. Молодые супруги-мнишики без всякого неудовольствия и даже с радостью приняли эту затяжку пребывания у них больного Бильбоке, он уже прожил в Верховне больше года. Однако у них самих были свои беды. Два пожара, три судебных процесса, рухнувшие постройки, не урожай. Граф Георг, который до сих пор сам управлял имением, где трудилось пятьсот хлеборобов, подумывал о том, чтобы сдать всю землю в аренду, оставив себе только усадьбу и парк. Бальзак почти каждую зиму страдал бронхитом. В 1850 году он сильно простудился, ему казалось, что он умрет, выкашливая свои легкие. Он писал родным, «Пришлось безвыходно сидеть в своей комнате и даже лежать в постели, на наши дамы по великой своей доброте приходили составить мне компанию, не брезгая моим страшным кашлем и харканьем, ведь меня всего выворачивало, как при морской болезни. Меня бросало в пот, словно я заболел потницей. Словом, намучился я, но теперь распростился с недугами и даже акклиматизировался». Что касается великого дела, то все тут могло еще устроиться в желанном смысле. Со стороны госпожи Ганской было бы настоящим самопожертвованием согласиться выйти замуж за тяжело больного человека, который уже физически не мог быть его возлюбленным, а как писатель, по всей видимости, впредь работать будет очень мало. Вдобавок политическая ситуация во Франции оставалась тревожной и смутной. Луи Наполеон стал президентом Второй Республики. Бальзаки и его матушка не ждали ничего доброго от этого бесхарактерного человека. Что касается бедняги президента, из всего видны его умственная усталость и озабоченность. Он, по-видимому, не способен носить непроницаемую маску и всегда так встревожен, что зачастую отвечает «да» вместо «нет» и по большей части не понимает того, что ему говорят, а в воздухе уже вновь повеяло недовольством. Каждый спрашивает себя, чем все это кончится. Благоразумно ли было со стороны Эвелины Ганской расстаться с украинским ее именем, с положением владетельной особы, чтобы подвергаться в чужой стране опасностям восстания и исполнять обязанности сиделки при больном. Зима 1849-50 года прошла очень тяжело. Три недели Бальзак не выходил из спальни, бессменной сестрой милосердия состояла при нем госпожа Ганская, а единственным его развлечением было смотреть, как Анна Мнишек, разодетая старственной пышностью, собирается на балы в соседние поместья. Наконец, в марте 1850-го года пришли все разрешения от императора, все бумаги были в порядке, и Бальзак мог отправиться в Бердичев, где должно было состояться его брагосочетание. До последней минуты он все сомневался в своем счастье. Однако он засыпал госпожу Бальзак подробнейшими указаниями относительно его возвращения домой на улице Фортьюне вместе с дорогой супругой. Он просил, чтобы в жардиньерках стояли красивые, красивые цветы, а в вазах кустики капского вереска. До приезда новобрачных требовалось переплести все книги, хозяйственные распоряжения Бальзака отличались такой же подробностью, как и описание в его романах. За три дня до свадьбы он еще не был уверен, что она действительно состоится. 11 марта он писал матери. «Все готово для известного тебе дела, но я напишу о нем только, когда все кончится. Здесь, как и повсюду, эти вещи можно считать совершившимися, лишь когда выйдешь после церемонии». Стрелки весов, на которых Эвелина взвешивала все «за» и «против», колебались до последнего мгновения. «Наконец, жалость, любовь и слава взяли верх, и она решилась». Свадьба состоялась 14 марта в 7 часов утра в Бердичевском костеле Святой Варвары, где, как писал Декам, «С крыши текла вода оттающего снега, а на колокольне трезвонили колокола». Обряд совершал аббат граф Озаровский, присланный епископом Житомирским. Одним из свидетелей был Георг Мнишек. Графиня Анна сопровождала мать, и обе сияли от радости, пишет Бальзак. После бракосочетания все семейство поехало обратно в Верховню и прибыло туда только в 10 часов вечера. Все были измучены, азиатские ветры сотрясали дом. Бальзак задыхался. Пятидесятилетняя новобрачная страдала от приступа подагры. Руки и ноги у нее так распухают, что она не может шевелить пальцами, не может ходить. Доктор Кноте назначил страдающей артритом помещице любопытное и садистское лечение. Она ежедневно погружает ступни в утробу молочного поросенка, которого режут и вскрывают при ней, так как нужно, чтобы ступни опутались еще трепещущими внутренностями животного. Нечего и рассказывать, как пронзительно визжит поросенок, не понимая, что ему оказывает великую честь и стремясь избавиться от нее. Ни муж, у которого сердце отказывалось служить, ни жена, больная ревматизмом, не в силах были совершить путешествия. Отъезд отложили до конца апреля. Надеюсь, что еще в апреле я вернусь в Париж. Увы, для моего здоровья очень нужен воздух Родины. Надеюсь, что он поможет и моей жене, здоровье которой тоже в плачевном состоянии. Женившись, Бальзак написал четыре торжествующих письма своей матери, сестре, доктору Накару и другу тяжелых дней Зюльме Каро. Бальзак госпоже Каро 17 марта 1850 года Мы с вами такие старые друзья, что вы только от меня должны узнать о счастливой развязке великой и прекрасной драмы сердца, длившейся 16 лет. Итак, три дня тому назад я женился на единственной женщине, которую любил, которую люблю еще больше, чем прежде, и буду любить до самой смерти. Союз этот, думается, мне награда, неспосланная мне Богом за многие превратности моей судьбы, за годы труда, за испытанные и преодоленные трудности. У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны, зато будет самое блистательное лето и самая теплая осень. Доктору Накару он сообщил о своих ослепительных родственных связях и о плачевном состоянии своего здоровья. Что теперь скажут завистники, узнав, что он стал мужем правнучки Марии Лещинской, зятем адъютанта русского царя, племянником первой статс-дамы императрицы? Но что скажет доктор Накару, видев, что его пациент не в силах подняться по двадцати ступенькам? Что его мучит удушье? Что он не может стоять и все присаживается? Бальзако пьянен полным успехом своих планов, но не питает никаких иллюзий относительно будущего. Бедук даровал ему этот союз, о котором он мечтал всю жизнь, но он знает, что брачные ложи будут для него ложем смерти. Подобно Мари Верней в Шуанах, он мог бы сказать, жить осталось только шесть часов. В 1834 году он написал, вот было бы любопытно, если бы автор шагреневой кожи умер молодым. Любопытно? Нет, неизбежно. Разве возможно прожить до старости, когда еженощно сжигаешь свою жизнь? Но во что бы то ни стало умереть надо в своем гнезде. Бальзак торопится перевезти жену на улице Фортьюне. Но надо еще съездить в Киев, чтобы там вписали госпожу де Бальзак в паспорт мужа и выдали визу на выезд из Российской империи. Во время этой поездки он получил воспаление глаз. Он не может ни читать, ни писать, какое-то черное пятно застилает бумагу. После Матэ отпускает супругов. И 25 апреля они трогаются в путь. Они ехали через Краков и Дрезден и путешествие их было ужасным. Дороги развезло, карета увязала в грязи по самой дверце. Задыхающемуся почти слепому Бальзаку приходилось вылезать из Берлины и сидеть на размокшей земле, пока крестьяне, вооружившись самодельным домкратом, вытаскивали из грязи карету. Бальзак хватался за сердце и дышал с трудом. Ева де Бальзак своей дочери Анне Броды 30 апреля 1850 года. Меня очень беспокоит его здоровье. Приступы удушья у него случаются все чаще, да еще крайняя слабость, совсем нет аппетита, обильный пот, от которого он все больше слабеет. В Радзивилове нашли, что он ужасно переменился, что его с трудом можно узнать. Я его знала 17 лет, а теперь каждый день замечаю какое-нибудь новое его качество, которого я не знал. Ах, если бы вернулось к нему здоровье. Прошу тебя, поговори о нем с доктором Кноте. Ты представить себе не можешь, как он мучился эту ночь. Я надеюсь, что родной воздух пойдет ему на пользу. А если надежда обманет меня, поверь, участь моя будет печальна. Хорошо женщине, когда ее любят, берегут. С глазами у него бедного тоже очень плохо. Я не знаю, что все это значит. И минутами мне очень грустно, очень тревожно. А в заключении Бильбоке говорит, что он поправится, как только вступит на французскую землю. Десятого мая они прибыли в Дрезден. Бальзак, не видя букв, которые выводил на бумаге, написал Лори Сервиль. Наконец-то мы здесь, живы, но больны и устали. Подобное путешествие сокращает жизнь на десять лет. Сама посуди, каково это было? Бояться, что мы в дороге опрокинемся и задавим она меня или я ее, или оба умрем, задавив друг друга. А ведь мы друг друга обожаем. Бальзак настоятельно просил и Лору, и госпожу Бальзак, чтобы старуха мать не дожидалась супругов на улице Фортине. Ведь это было бы неприлично. Моя жена должна поехать к ней и засвидетельствовать ей свое почтение. Когда это будет сделано, мать может по-прежнему выказывать свою преданность, но она унизит свое достоинство, если останется и будет помогать нам распаковывать вещи. Госпожа Бальзак старшая, вежливая замена эпитета вдовствующая, должна была вручить ключи слуге Эльзаса Франсуа Мюнху и отправиться ночевать к дочери Сюрен. Путешественники задержались на несколько дней в Дрездене, где их радушно приняли друзья Евы. Супруги ходили по магазинам, Бальзак купил себе превосходный дорожный Нессессар, а его жена жемчужное ожерелье, которое святую и то бы свело с ума. Своим детям госпожа де Бальзак написала «Мэтр Бельбоке целует вас». Супруги казались счастливыми. Насколько можно быть счастливыми, когда поблизости во мраке бродит смерть. Наконец, в тихий майский вечер они прибыли в Париж. Утром этого самого дня старуха мать покинула дом и уехала в Фиакре, предварительно украсив по приказанию сына жардиньерки цветами и поставив в вазы кустики капского вереска. В сумерке на улице Фортьюне остановилась дорожная карета. Из нее задыхаясь вылез почти слепой мужчина, изнуренный двухдневным перегоном и бессонницей, а за ним все еще красивая женщина. Кучер позвонил. Никакого ответа. В доме однако жили. В окна видно было, что все комнаты освещены и украшены цветами. Несмотря на долгие громкие звонки, никто не вышел отворить дверь. Прибытие, которое Бальзак хотел обставить столь торжественно, походило на дурной сон. Среди ночи кучеру пришлось идти к слесарю Гримо, проживавшему на улице Фобор-Сент-Аноре в доме номер 175. Когда же наконец супругам удалось войти в особняк, так любовно убранный, они убедились, что на Франсуа Мюнхо их слугу внезапно напало буйное помешательство. Он все разгромил в доме, потом забаррикадировался. Чтобы сдать его в больницу, надо было дождаться рассвета. Расплатившись со слесарем, с кучером не отпустив обоих, Ева ушла к себе в красную спальню, а Онаре к себе в голубую спальню. Последний лоскуток шагреневой кожи, лежавший в его жилетном кармашке, стал совсем маленьким, не больше лепестка розового подснежника. Навстречу смерти «Когда дом построен, в него входит смерть». Турецкая пословица. Бильбоке доехал в таком ужасном состоянии, в каком ты никогда его не видел. Он ничего не видит, не может ходить, то и дело теряет сознание, писала Ева своей дочери Анне. Бальзак не в силах был подняться с постели, жена сидела возле него. На следующий же день после его возвращения доктор Накар навестил своего пациента и друга. Испуганный состоянием больного он тотчас потребовал созвать консилиум, который и состоялся 30 мая. Врачи предписали пустить кровь или поставить кровесосные банки, давать слабительное и мочегонное, предписали избегать всяких волнений, говорить малые в полголоса. В заметках доктора Накара говорится и о его личном впечатлении. У него уже не было никакой надежды. Бальзак внешне так изменился, что эта перемена ни от кого не могла укрыться. А уж тем более от врача, который пользовал, изучал и любил больного с детских его лет. Каким зловещим признаком была для него эта перемена? Накар установил, что болезнь сердца развелась и приняла новый роковой характер. Бальзак задыхался, говорил отрывисто, прервающимся голосом. Однако в течение нескольких дней была надежда, что лечение и отдых улучшат хотя бы временно его состояние. Госпожа де Бальзак сохраняла олимпийское спокойствие, очень подходившее к ее челу юноны. В письме от 7 июня к возлюбленной дочери детяти своего сердца она со странным равнодушием сетует, что не может избавиться от бивуачных порядков в доме, из-за которых уходит ужасно много времени и при том досаднейшим образом. Бальзак почти совсем потерявшись зрения диктовал жене свои письма. Эта работа медицинский уход, домашние хлопоты так поглощали хозяйку дома, что она едва урывала в сумерки минутку, чтобы походить в садике между кустами цветущей сирени и отцветающего ракитника и подумать о своих детях, погружаясь мыслями вдаль грядущего. Когда Ева де Бальзак говорила в письмах о своем желании жить в уединении с двумя своими дорогими детками, была ли у нее уверенность, что ее мужу недолго осталось жить. Такого впечатления не создается. Лечение, говорит она, дало прекраснейшие результаты. Бранхит прошел, глаза начинает видеть, обмороки прекратились, припадки у души случаются все реже. Но госпожа де Бальзак не может отойти от своего больного. Ей даже некогда съездить в монастырь, навестить Лиретту Борель, в монашестве именуемой сестрой Марии Доминикой. Ева преданная сиделка. Преданная и мужественная. Она стойко переносит перемены в условиях жизни, усталость и тревогу. Никогда я не чувствовала себя так хорошо. Воздух Франции очень полезен для моего здоровья. Я наконец познакомилась со свекровью. Так как обязанности сиделки не дают мне выходить из дому, она сама приехала навестить сына. Здоровье ее совсем поправилось, а что касается ее самой, то между нами будет сказано эта престарелая щеголиха, вероятно, она была очень хороша собой. К счастью, она не так уж часто будет требовать от нас внимания и почтения, ибо на лету уехала к Шантильи. Дочь мне больше нравится, очень маленькая, кругленькая, как шарик, но у нее есть и ум и сердце. Муж ее прекрасный человек, а девочки просто прелесть. Между Евой до Бальзаки Лори Сюрвиль завязалась дружеская переписка. Ева Лори Сюрвиль 1 июня 1850 год. Бедному оноре нынче утром пускали кровь. Наш чудесный доктор Накар навещал его. Мы много говорили о вас нынче утром, и он был так растроган. Конечно, для вас не окажется новостью, что доктор Накар одна из самых прекрасных душ, какие вышли из рук Создателя. Доктор Накар у нее в большой милости. Невозможно найти человека более ученого и вместе с тем более простого, более любезного и обаятельного. Софи Сюрвиль уже готова полюбить свою новую тетку. Называет ее в подражании дяде прелестная. Племянница считает, что она оказывает благотворное влияние на своего гения. Сих пор, как дядя заболел, а потом женился, он стал такой милый и ласковый со своими. Все небесное семейство пьянеет от гордости и все приятели чванятся от того, что принц президент республики Луи Наполеон приказал справиться о здоровье Бальзака. Но его находит, что жизнь очень печальна в этом несчастливом доме. Да неужели Господь Бог не сжалится наконец над нами? Неужели мы еще мало настрадались? Но Бальзак хранит веру в будущее. Еще блестят его прославленные кария глаза золотыми точечками, хотя лицо, покрытое могильной бледности, опровергает этот уцелевший признак молодости. Он стал лишь тенью самого себя, пишет Лоран Жан, которого ужаснул облик друга. А Готье писал потом, нет ничего опаснее, как осуществленное желание. Совершился долгожданный супружеский союз, гнездышко для счастливой жизни выстлано пухом. Бедные родственники получили всеобщее признание. Это было слишком хорошо, ему оставалось только умереть, но никто не ждал роковой развязки. Мы были твердо убеждены, что он переживет всех нас. Бальзак так часто и так убедительно говорил о долголетии, которое сулил ему колдун Балтазар, что и друзья в конце концов уверовали в это предсказание. Добрый Тео, собравшийся ехать в Италию, 19 июня пришел на улицу Фортьюне проститься. К несчастью, больного не было дома, он поехал в коляске, безумная неосторожность, в таможню выкупать свои брезденские приобретения. Как у кузена Понса, коллекционер в нем бросал вызов болезни, только бы защитить свои сокровища. Он был в отчаянии, что разминулся с Готье и продиктовал жене короткое письмо к нему, хоть вы и не застали меня дома, это не значит, что мне стало лучше. Я лишь кое-как дотащился до таможни, вопреки запрещениям врачей. Мне подают большие надежды на выздоровление, но я навсегда должен оставаться на положении бессловесной и недвижимой мумии. Я хочу хоть этим письмом ответить на вашу дружбу, она мне стала еще дороже в одиночестве, в котором держит меня медицина. В конце письма больной собственноручно нацарапал каракулями, которые почти невозможно было прочесть. Я больше не могу ни читать, ни писать. С какой силой он описал бы в одном из своих романов эту смерть и заживо и эту трагическую беспомощность? Несколько раз у больного и его жены появлялась иллюзия выздоровления. Доктор Накар, приходивший каждый день, поставил диагноз «острое белковое мочеизнурение». Он видел в кажущемся улучшении лишь временное ослабление болезни. У старика врача сложилось наилучшее впечатление о госпоже Ганской. Благородное, великодушное и возвышенное сердце. Бальзака навестили Поль Мерис и Огюст Вакери. Больной принял их в халате, полулежа в глубоком кресле. Посетители пожали ему руку, пытаясь скрыть свою печаль. «Побеседуйте с моей женой», сказал им Бальзак. «Мне сегодня запрещено разговаривать, но я буду вас слушать». «Побывал за легитимизм». Он мне говорил, «Как вы могли так безмятежно отказаться от звания Пэра Франции, самого прекрасного после титула короля Франции?» И еще он говорил мне, «Я приобрел особняк Божона без сада, но зато с хорами в маленькой часовне, что стоит на углу улицы. У меня на лестнице есть дверь, ведущая в часовню. Один поворот ключа, и я могу слушать мессу. Для меня эти хоры дороже сада». Когда я уходил, он с трудом передвигаясь, проводил меня до этой лестницы, показал эту дверь и крикнул жене, «Главное, пусть Гюго посмотрит все мои картины». Случалось, что, говоря о Гюго, Бальзак отзывался о нем сердито и несправедливо, но в глубине души любил его и восхищался им. Они были самыми великими людьми своего времени и оба знали это. Письма, приходившие из России от Анны Мнишек, по-видимому, были откликами на успокоительные вести из Парижа. «Слава Богу! Да будет тысяча раз благословенно имя Господне за то, что в драгоценном здоровье моего милого отца наступило заметное улучшение. О улице Фортьюне, радость души моей, миллион раз «счастливая». «Улица так удачно названная». Примечание Фортьюне по-французски означает «счастливая». Анна Мнишек передает, что доктор Кноте сказал ей, «Ах, если бы я мог еще месяц полечить господина де Бальзака, а главное, если бы мне удалось убедить его съедать ежедневно по лимону, он бы теперь почти что выздоровел». Святая простота. В июле дела пошли плохо. Один из участников консилиума, доктор Луи, сказал Виктору Гюго, «Он проживет месяца полтора, не больше». «Отеки стали чудовищными», Лора писала матери. «Доктор смело назначил поставить больному водянкой на живот сто пьявок в три приема, но, несмотря на веселость, никогда не покидающую супругов, несмотря на каламбуры Онере, на его шутки под самым носом у смерти, он так походил на умирающего, что моя невестка спокойно сказала Софи в ту ночь, когда обнаружился перитонит. Я думала, что потеряю его». Но чудесная надежда, которая не оставляет ее, вскоре взяла свое, и утром, она, не моргнув глазом, без страха, поставила последние тридцать пьявок. Моя невестка кажется мне загадкой. Знает ли она об опасности или не знает? Если знает, то ведет себя героически. Несомненно, она знала об опасности. Накар не стал бы обманывать эту женщину стойкость, которая была для него очевидна. Он одобрял в ней твердость души. Чему послужили бы стоны и седования? Гораздо лучше было с ее стороны старательно ставить пиявки и не подрывать веру в благополучный исход, не иссякавший у Бальзака, к которому в минуты просветления возвращалась вся сила ума. Он говорил о будущих своих романах, подсчитывал, сколько времени понадобится, чтобы их написать. Один лишь Бог знает, читаем мы в заметках доктора Накара, как много потеряно из-за того, что не собрали последних высказываний Бальзака, его замечаний о созданных им характерах, о его планах и замыслах, которые впервые его перо уже не могло запечатлеть. Среди тяжких органических разрушений господин де Бальзак, всегда понимавший до конца участь человеческую, пожелал побеседовать с достойным священнослужителем, для коего религия была лишь высшим выражением вселенского разума. Каким горестным зрелищем было душевное спокойствие человека еще молодого, видящего, как обрывается поток славы, достигнутой его трудолюбием, ценой тридцатилетней деятельности, бессонных ночей и высоких познаний, как исчезает надежда увидеть завершенным свое творение, а более всего этого надежда на семейное счастье, завоеванное им. Священник, о котором идет речь, аббат Озур, был настоятелем церкви Сен-Филипп Дюруль. Он отправлял службы и в пресловутой часовне Божона. Бальзак в своих романах часто описывал смерть. Смерть отца Горио, смерть госпожи Дамарсов, смерть Понса, смерть Валентины Грослен и многих других своих героев. Можно быть уверенным, что его последние беседы со священником были возвышенны и достойны великого писателя. Доктора отказались делать пункцию. Водянка в форме сальной казалось превращала мышечные ткани в жировые. И все же, когда больной 5 августа поранил себе ногу, ударившись о стол, из раны хлынула вода. В тот же день жена написала под диктовку Бальзака письмо Фессару. У меня новая болезнь нарыв на правой ноге. Вы поймете, как это увеличило мои мучения. Я думаю, все это цена, назначенная небом за огромное счастье моего брака. Он подписался собственноручно, а под его подписью Ева добавила. Вы вероятно спрашиваете себя, дорогой господин Фессар, как у горемычного секретаря хватило силы написать это письмо, но ведь для этого несчастного существа все кончается. Он в таком состоянии, когда человек становится лишь механизмом, действующим до тех пор, пока провидение по милосердию своему не сломает его пружину. И так у нее не оставалось иллюзий. А были ли у нее иллюзии, когда она шла под венец в Бердичеве? Маловероятно. Решение она приняла поздно, но, как говорила Лора, это было героическое решение, ведь госпожа Бальзак знала, что ей придется ходить за больным, за умирающим, и что, вторично оставшись вдовой, она окажется в бедственном положении. Несколько раз, но еще не очень часто, бред ненадолго затуманивал высокий разум Бальзака. И это удивляло самого больного, так как, очнувшись, он все озирался вокруг. Затем обнаружилась гангрена, вызванная артериитом, и запах разлагающихся тканей стал ужасным. В последнем своем распоряжении доктор предписал больному полный покой, велел давать ему отвар белины и на перстянки, посоветовал открыть дверь и окна и поставить в комнате умирающего в нескольких местах глубокие тарелки с раствором карболки. Раз уж Накар говорил в комнате умирающего, хотя его друг еще дышал, значит, он считал, что все кончено. Красная, сухая и палящая рана не оставляла никакой надежды. Рассказывает, что Бальзак перед тем, как он потерял сознание, произнес «Только Бьяншон мог бы меня спасти». Вероятно, в смутном затуманенном сознании, в бреду, причаствовавшем агонии, он жил лишь в мире человеческой комедии. В воскресенье 18 августа в 9 часов утра Ева позвала Аббата Азура. Бальзака соборовали, он слабыми знаками показал, что понимает это. В 11 часов началась агония. Госпожа Добальзак, измученная трехмесячной бессонницей, пригласила сиделку. Во второй половине дня приехала справиться о состоянии больного жена Виктора Гюго. После обеда сам Виктор Гюго, хотя он был приглашен в тот вечер на ужин к своему дяде Луи Гюго, нанял фиакр и велел отвезти себя на улицу Фортюне, чтобы проститься с единственным писателем, равным ему. Я позвонил, светила луна, затененная облаками. Улица была безлюдна, никто не вышел отворить. Я позвонил еще раз. Дверь отперли, появилась служанка со свечой. Вам что угодно, сударь, спросила она. Она плакала. Я назвал себя. Меня провели в гостиную, находившуюся в нижнем этаже. Напротив камина стоял на подставке огромный мраморный бюст бальзака работы Давида. Посреди комнаты горела свеча на богатом овальном столе, ножками которому служили шесть позолоченок изящных извояний. Вышла другая женщина, которая тоже плакала. Она сказала мне, он умирает. Барыня ушла к себе со вчерашнего дня. Доктора уже бросили его. Ева бальзак ушла, чтобы отдохнуть несколько часов. Огония могла продлиться долго, а умирающий уже не нуждался в уходе. Сиделка сказала Гюго, сегодня с девяти часов утра он перестал говорить. С одиннадцати часов он начал хрипеть и уже ничего не видит. Он не протянет ночь. Если хотите, сударь, я схожу за господином Сюрвилем. Он еще не ложился. Женщина ушла. Я подождал немного. Свеча едва озаряла великолепную обстановку гостиной и чудесные полотна Порбуса и Гольбейна, висевшие на стенах. Смутно виднелся в этом полумраке мраморный бюст, словно призрак того человека, который умирал наверху. Трупный запах наполнял дом. Вошел господин произведениями искусства, вазами, статуями, картинами, поставцами с эмалями. Потом прошли еще один коридор, и я заметил отворенную дверь, услышал громкий зловещий хрип. Я вошел в спальню Бальзак. Посреди спальни стояла кровать, кровать красного дерева, у которой в головах и визножии были какие-то перекладины и ремни, приспособления, предназначенные для того, чтобы поднимать больного. На кровати лежал господин де Бальзак, голова его опиралась на целую гору подушек, к которым еще добавили две диванные подушки, крытые красным узорчатым шелком. Лицо у Бальзака было лиловое, почти черное, склоненное вправо, небритые щеки, посидевшие волосы коротко острижены, широко открытые глаза смотрели куда-то застывшим взглядом. Я видел его в профиль, так он походил на императора. По обе стороны кровати стояли старуха-сиделка и слуга. За изголовьем горела на столе свеча, другая зажжена была на комоде около двери. На ночном столке стояла серебряная миска. Мужчины и женщины, стоявшие у постели, молчали и с каким-то ужасом слушали громкий хрип умирающего. Свеча на столе ярко освещала висевший над камином портрет молодого и румяного улыбающегося человека. От постели исходил невыносимый запах. Я приподнял покрывало и взял руку бальзака. Она была влажной от пота. Я пожал ее. Он не ответил на пожатие. Сиделка сказала «На рассвете он умрет». Я спустился по лестнице, унося в памяти лицо умирающего. Проходя через гостиную, я еще раз увидел неподвижный и надменный смутно белевший мраморный бюст, и мне пришло на ум сравнение смерть и бессмертие. Вернувшись домой, это было воскресенье, я застал у себя нескольких человек, поджидавших меня. Среди них были Ризабей, турецкий посланник, испанский поэт Наварет и итальянский изгнанник граф Аривабене. Я сказал им, господа, Европа сейчас теряет гения. Бальзак умер ночью. Прибежал самозбродный преданный человек Лоран Жан. Ева Бальзак не любила его, считая богемой, терпеть не могла его неряшливый вид, его манеры дурного тона. Но в эти тяжелые часы он оказал ей множество услуг, отправился в мэрию сделать заявление о смерти, составил некролог, который должен был появиться в газетах, привел художника Эжена Жиро, который написал пастелью портрет Бальзака на смертном адре. На этом портрете, сделанном талантливо и любовно, четко выступает голова, красивая, мощная и умиротворенное выражение лица. Пришел некий скульптор-формовщик по фамилии Марминя, сделал слепок с руки умершего и представил счет за свою работу госпоже Бальзак. Такова слава. Жизнь Бальзака завершилась подобно роману человеческой комедии. Сколько раз он рассказывал, как человек всю жизнь мечтал о любви и вот, наконец, кажется, достиг счастья, но лишь только он протягивает руку, чтобы схватить его, счастье ускользает. Так кончились Шуаны, Луиламбер, Альбер Савариус. Достигнут цели, умирая, как античный гонец, видеть, как счастье и смерть одновременно вступает на твой порог, завоевать любимую женщину, когда любовь уже гаснет, не быть в силах наслаждаться, когда право быть счастливым наконец приобретено. Это было уделом уже стольких людей. Бальзак давно предчувствовал, что такая судьба уготована и ему. И в предсмертные дни он своим светлым умом, который так любил и умел определять тайны и причины событий, увидел во всей ее суровой простоте самую суть прожитой жизни. Он умирал, сгорев в огне своих желаний и стратив все силы воображаемых действиях своих героев, умирал жертвою своего творчества. Несчастное детство и юность породили у него сверхчеловеческое чистолюбие. Он хотел всего любви, богатства, гениальности, славы. Несмотря на расстояние, казалось бы, непреодолимое между отправной точкой и целью, он всего достиг. В воскресный вечер 18 августа 1850 года он лежал простертый в украшенном им самим доме, убранство которого походило на его мечты о чудесах тысячи одной ночи. Волшебница чужестранка ради него покинула свой дворец и океан их любов. Он стал средоточием того мира, который сам населил, в который вдохнул душу и которому суждено было пережить его. Но смерть, уже годы ходившая за ним по пятам, одновременно с ним подошла к конечной точке. Эпилог Дружба и слава единственные обитатели гробниц Бальзак Священник приходской церкви Сен-Филипп де Руль разрешил выставить гроб на два дня в часовне Божона. Так мертвый Бальзак прошел в дверь, один уж ключ, который был для него дороже всех райских садов бывшего генерального откупщика. Отпевание состоялось в среду 21 августа и служба не отличалась особой парадностью. Величайший романист века не имел никаких прав на торжественную официальную церемонию. Царствие его было не от мира сего, не знаков отличия, изображенных на черном сукне траурных драпировок, не объявитых черным крепом барабанов, не мундиров, не расшитых золотом фраков. Но с 11 часов все, кто мыслит и поклоняется литературе, теснились вокруг церкви и часовни Сен-Никола. В толпе было много типографских рабочих, которые столько работали с Бальзаком и для Бальзак. Правительство представлял министр внутренних дел Барош. Дорогой от часовни до церкви шнуры катафалка держал министр и Виктор Гюго, Александр Дюма и Франсис Вэй от общества литераторов. В церкви, сидя рядом с Гюго перед помостом с гробом Бальзака, министр сказал поэту, это был выдающийся человек. Гюго ответил, это был гений. Путь похоронного кортежа, двигавшегося по бульварам, казался бесконечным. Дюма и Гюго прошли его пешком. На кладбище Перла Шес добрались под вечер. Виктор Гюго, которого едва не раздавил катафалк, прижав к монументальному памятнику, произнес у могилы речь, которую провожавшие слушали с волнением в благоговейной тишине. Пока я говорил, записал он в своих заметках, солнце спускалось к горизонту. Сквозь золотистую закатную дымку вдали виднелся весь Париж. Почти у самых моих ног осыпалась в могилы земля, и я невольно останавливался, когда комки ее с глухим стуком падали на гроб. С высоты этого кладбищенского холма растиньяк бросил вызов Парижу. Париж в этот день воздавал честь творцу растиньяка. Господин де Бальзак, сказал Виктор Гюго, был одним из первых среди великих, один из лучших среди избранных. Все его произведения составляют единую книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где движется и действует вся наша современная цивилизация, воплощенная в образах вполне реальных, но овеянных смятением и ужасом. Изумительная книга, которую ее автор назвал комедией и мог бы назвать историей, книга, в которой сочетаются все формы и все стили, которая затмевает тацита и достигает силы свитония, перекликается с бомарше и может сравниться с рабле, где щедро и правдиво показано все самое сокровенное, мещанское, пошлое, низменное и где порой внезапно выступают самые мрачные и самые трагические идеи. Вот то творение, которое он нам оставил, возвышенное и долговечное, мощное нагромождение гранитных глыб, основа памятника, творение, с вершины которого отныне будет сиять его слава. Великие люди сами сооружают себе педестал, статуя воздвигнет будущее. Увы, этот неутомимый труженик, этот философ, этот мыслитель, этот поэт, этот гений жил среди нас той жизнью полной бурь, распри, борьбы и битв, которой во все времена живут великие люди. Теперь он обрел покой. Он ушел от раздоров и ненависти. В один и тот же день для него раскрылась могила и засияла слава. Отныне его имя будет блистать поверх туч, нависших над нами, блистать среди звезд нашей Родины. В тот же самый день Барде до Арвильи писал, «Эта смерть подлинное бедствие в нашей интеллектуальной жизни. И среди всех утрат, постигших нашу эпоху, с ней можно сравнить только смерть лорда Байрона». Действительно, Байрон, как и Бальзак, умер, вступив в пору зрелости и полного расцвета своего дарования, оставив, как и Бальзак, свое творение незавершенным. Не закончена поэма «Дон Жуан», не закончена и другая, быть может, более великая поэма «Человеческая комедия». Написана только половина ее. Вальтер Скотт угас спокойно, как солнце, закатившееся после ясного и долгого дня. Гете, этому любимцу судьбы, при жизни ставили мраморные статуи в годы его старости, которая была, как бы, предвестником его бессмертия. Но Бальзак был сражен на середине жизненного пути, в расцвете творческих сил и замыслов. Самый заядлый его враг Сент-Деф 2 сентября в беседах по понедельникам в первых же строках заявил, что отныне в его суждениях о творчестве Бальзака не будет никакого личного неприязненного чувства. Кто лучше него изображал стариков и красавиц времен империи? А главное, кто дал более очаровательные портреты герцогинь и беконтес последних лет реставрации этих тридцатилетних женщин, которые уже появились в обществе и в смутной тоске ждали своего художника? Кто наконец лучше его ухватил в натуре и передал во всей его полноте тип буржуа, восторжествовавшего при июльской монархии? Каким бы быстрым и великим ни был успех господина до Бальзака во Франции успех его пожалуй был еще больше и бесспорнее в Европе? В Венеции например одно время в обществе люди брали себе имена главных персонажей Бальзака и даже хотели играть их роли. Целый сезон там видали только Растиньяков, герцогинь де Ланже, герцогинь де Мофриньес и нас уверяют, что некоторые актеры и актрисы этой комедии стремились сыграть до конца взятую на себя роль. Считая, что для очистки совести вполне достаточно этих похвал, Сент-Бев не мог отказать себе в удовольствии вытащить из потайного шкафчика несколько различных ядов, правда в растворах несмертельной концентрации. Вскоре после смерти Бальзака он заявляет, что не может принять его стиль сжиманный и вызывающий, нервирующий, подрумянинный, с подрисованными жилками всех оттенков, стиль чарующий, развращающий, чисто азиатский, как говорили наши мастера. А также не может он принять и явную слабость господина Добальзака ко всяк ворода Сведенборгом, Месмером, Калиостро. По словам Сент-Белла, он считал нужным сказать все это ради того, чтобы само наше восхищение и наша дань уважения и скорби по отношению к писателю такого чудесного таланта не переходило бы до позволенных границ. Мимоходом он утверждал, что Жорж Сант гораздо крупнее, как писатель, чем Бальзак. Можно надеяться и верить, что эти слова покоробили Жорж Сант. Надо коротко указать, что стало с второстепенными действующими лицами этой драмы. Госпожа Бальзак старшая, бабуся, как ее звали внучки, могла еще четыре года баловать свою дорогую Лору и высмеивать Сервиля своего зятя. Она любила навещать дочь, когда обязанности инженера удерживали Сервиля где-нибудь далеко, на канале, который он прокладывал на каких-нибудь прудах, которые он рыл, у моста, который он строил. Старый кот ушел, старая мышь раздолье, писала она своим образным языком. Она по-прежнему портила себе кровь, играла в вист, лакомилась засахаренными дольками апельсинов, поздравляла родственников с годовщинами, именинами и всякими праздниками и умоляла сноху, скажите мне, что вы всегда будете любить свою бедную свекровь в память о том, кто был нам так дорог. Мне нужно заплатить доктору, купить дров, отдать за квартиру, а денег у меня только-только, чтобы протянуть до первого февраля. Надо отметить, что вдова Бальзака не допускала, чтобы его мать в чем-нибудь нуждалась. У Лоры по семейной традиции нередко бывали расстроены нервы. На ее красивой сказке совсем не было спроса в книжных лавках. Ее муж, слишком инженеристый инженер, больше замышлял, чем осуществлял. В последнем своем коротком письме дорогая бабуся писала, что она от всего материнского сердца целует в лоб свою милую дочь. 1 августа 1854 года госпожа Бальзак старшая сошла со сцены мира сего. Финансовые дела семейства Сервилей все больше приходили в расстройство. Эжен Меди де ла Гренере, именуемый Сервиль, умер в 1867 году, оставив после себя актив в 111 918 франков. Но, несомненно, пассив превосходил эту сумму, так как вдова и дочери отказались от наследства. Прелестная Софи вышла замуж за Жака Малле, вдовца, который был старше ее на 20 лет. Вскоре он исчез из дому и больше не подавал признаков жизни. Брошенной жене пришлось поступить гувернанткой в семейство Мартен Дюнора, бывшего депутата парламента. Валентина Сервиль, вышедшая замуж за адвоката Луи Дюамеля, который стал секретарем президента Жюля Гриви, умерла в 1897 году. Злополучный Анри де Бальзак так и не узнал, что его незаконный отец завещал ему в наследство 200 тысяч франков золотом. Анри умер в нищете в военном госпитале Дзалдзи 11 марта 1858 года за два месяца до смерти своего отца Жанна Маргонна. Даблен, бывший торговец с ковяными товарами, щуплый старичок с большим сердцем, до конца своих дней оставался другом Сервилей. Он завещал Лоре серебряную суповую миску и 50 миниатюр, Софи шкатулку саксонского фарфора и, как она и предвидела, китайскую чашку. В Валентине две эмалевые вазы, которые очень нравились Бальзаку. Ведь, может, они предпочли бы получить немного наличных денег, но Даблен подумал обо всех, о бедняках своего квартала и о неимущих в Рамбулье, о своих старых слугах, о многочисленной родне, о бесчисленных друзьях и о музее Лувра. До тех пор, пока люди будут читать книги, его имя останется связанным с именем Бальзака, особенно с романом Шуаны, первому другу первое произведение. Молчаливый и серьезный майор Карро умер в 1864 году. Зюльма Карро, обеднев после смерти мужа, вынуждена была расстаться с фротелем. Она переехала в Нуан-Ан-Грасе, поселилась в маленьком коттедже, писала книги для детей, «Бабушкин полдник», «Маленькая Жанна» или «Невыученный урок» и другие, пользовавшиеся успехом произведения для розовой библиотеки. Она прожила до 1889 года, пережив двоих сыновей. Йорика, капитана стрелкового полка, убитого в 1870 году под седаном, и Ивана, главного инспектора департамента вод и лесов, скончавшегося в 1881 году. Мадлена Каро, дочь Ивана, вышла замуж за Жоржа Тейеля, который стал первым председателем счетной палаты. От этого брака родился Раймон Тейель, известный в литературе под псевдонимом Филипп Эриа. Примечание Филипп Эриа, настоящее имя Раймон Тейель, родился в 1898 году, писатель, успешно продолжающий в своем творчестве реалистические традиции французской литературы, лауреат Ганкуровской премии. Он известен русским читателям, как автор трилогии о Буссарделях, семья Буссардель, 1946 год, испорченные дети 1939 и золотая решетка 1957 год. По завещанию Бальзак сделал жену единственной своей наследницей и признал за собой долг перед ней в сумме 130 тысяч франков. Она дала ему взаймы вдвое больше. Мари Дюфрене Бальзак завещал голову Христа работы Жерардона, которая не была работой Жерардона, в раме работы Брюсталона, которая не была работой Брюсталона. Различные вещи он оставил доктору Накару Александру де Берни Зюльме Карро в знак признательности за их верную дружбу. Вдова Бальзака могла бы отказаться от наследства обремененного большим пассивом. Она наоборот сочла себя обязанной уплатить все долги. Благодаря ей мать Бальзака не знала нужды, но порой чужестранка безжалостно давала ей почувствовать тяжесть своих благодеяний. На просьбу свекрови увеличить назначенный ей пенсион она сухо ответила я кажется не давала вам иных обещаний кроме обещания аккуратно выплачивать вашу ренту и уверяю вас что это мне нелегко. Вы лучше чем кто-либо другой знаете что все мое состояние ушло в руки кредиторов вашего сына. Ева де Бальзак Метру Делепальму Нотариус Четыре месяца я была не женой а сиделкой господина де Бальзака ухаживая за неизлечимо больным своим мужем я подорвала свое здоровье и потеряла свое личное состояние согласившись принять от него наследство обремененное долгами и всякими неприятностями. Все это верно скорбь Эвелины де Бальзак была искренней горячей и недолгой она написала доктору Накару что теперь она только тело без души выражение унаследованное ею от покойного нет дорогой доктор несмотря на свой высокий и огромный ум вы не можете себе представить что во мне происходит вы не знаете сколько надо мужества чтобы жить когда жизнь стала сплошным страданием в память об умершем вдова подарила доктору Накару знаменитую трость с инкрустациями из бирюзы супруги Мнишек были потрясены смертью их дорогого Бильбоке о моя любимая моя несравненная обожаемая мамочка какой ужасный и нежданный удар писала Анна всю свою жизнь мы употребим теперь на то чтобы смягчить для вас тяжесть этого страшного горя Зефирина и Гренгале продали большую часть своих владений в России и оставив за собой только верховню доверили управление ею доктору Кноту приехав к Эвелине они решили обосноваться в Париже и построили себе рядом с несчастливым домом на участке купленному художника Гюдена роскошный особняк в засекленных витринах там нашли себе приют коллекции жесткокрылых собранные Георгом В пятьдесят лет вдова Бальзака оставалась привлекательной и пылкой женщиной Ради нее какова она есть говорил Барде Дорвильи стоило пойти на всякие безумства Она отличалась величественной и благородной красотой и хотя располнел стала несколько грузной все же сумела при всей своей дородности сохранить большое очарование особую пикантность придавали ей прелестный иностранный акцент и весьма волнующие томные манеры Она действительно взволновала против его воли молодого литератора Шанфлери Когда умирал Бальзак его не было в Париже и вернувшись он пришел с визитом к вдове Она приняла гостя хорошо слишком хорошо и попросила помочь ей разобрать бумаги ее знаменитого супруга У меня болела голова рассказывает он и в разговоре я несколько раз прижимал руку к олбу Что с вами спросила она Не знаю неврология Я вылечу вас Сейчас все пройдет И встав позади меня она положила мне на лоб обе ладони В подобных положениях возникают некие магнетические флюиды И тогда уж люди на этом не останавливаются Так началась эта связь Шанфлери был на 20 лет моложе прекрасной Сарматки которая 13 мая 1851 года писала ему Каждый вечер хожу в кафе Шантаны и очень веселюсь Позавчера смеялась до упаду Никогда еще так не хохотала Ах до чего ж приятно что я никого не знаю что мне ни с кем не надо считаться что я совершенно независима и свободна как в горах и вместе с тем сознавать что я в Париже Очевидно парижская жизнь пришлась ей по вкусу раз она больше не возвращалась на родину Долг предписывает каждой вдове писателя усердно заботиться об увековечении памяти мужа Ева поручила Дютаку подготовить к изданию полное собрание сочинений Бальзака а вернее дополненное собрание сочинений так как настаивала на включении в него депутата от Арси и мелких буржуа хотя оба романа были в набросках чтобы их закончить она хотела дать покойному мужу в качестве анонимного и посмертного сотрудника своего любовника но Шанфлери отказался от этой работы так как не одобрял ее тогда чтобы волей-неволей удержать при себе возлюбленного чужестранка прибегла к иным средствам примечание при жизни Бальзака вышло 17 томов человеческой комедии после его смерти в 1855 году вышел дополнительный 18 том первого издания человеческой комедии Ева де Бальзак Шанфлери Хочу тебе сказать что вчера у меня было небольшое денежное поступление совсем для меня неожиданное и там оказалось несколько новеньких республиканских золотых таких нарядных таких блестящих что я их отложила в сторону найдя что они слишком молоды и веселы для меня оттиск печатки которой пользовался Бальзак запечатывая свои письма к чужестранке в 1851 году оказался на оборотной стороне письма Шанфлери и так даря Лаидоры Ева добавила к ним и эту реликвию великого человека несомненно она охотно стала бы играть в жизни Шанфлери ту же роль какую некогда Лора уже достигшая зрелых лет играла в жизни молодого Бальзака но казацкая смесь мистицизма и чувственного пыла так нравившаяся Бальзаку быстро отпугнула Шанфлери Ева показала себя бешеной ревнивой и весьма властной Шанфлери чудилось что у него любовницей состоит Екатерина Великая и ему хотелось удрать от нее при каждой попытке к бегству она удерживала его под тем предлогом что он должен хотя бы привести в порядок неизданные вещи Бальзак наконец в ноябре 1851 года бурная сцена ревности привела к желанному для Шанфлери разрыву за неимением Шанфлери Ева прибегла к Шарлю Рабу и доверила ему миссию завершения человеческой комедии Ева де Бальзак Арману Дютаку скажите что я выбрала господина Рабу для окончания этого творения единственно по той причине что такой выбор указан был мне самим моим мужем в беседах которые у нас с ним были в дни его последней роковой болезни по поводу завершения его прерванного творения свидетельство из-за могилы представляет собой неоспоримые аргументы и имя нередко злоупотребляет вдовы хранительницы распоряжений которые только одни они слышали от умершего Бальзак опубликовал фильетонами Вьюнион Монаршик с 7 апреля по 3 мая 1847 года 17 первых глав романа депутат от Арси после его смерти продолжение романа в ящиках не нашли но Ева взялась рассказать рабу каково должно быть окончание романа который намечил ее муж сказать ему записывает она все что я знаю о замыслах господина до Бальзака относительно депутата от Арси я больше жила с персонажами человеческой комедии чем с людьми реального мира и когда понадобится узнать подробности о привычках нравах знакомствах фактах и поступках кого-нибудь из членов многочисленной нетленной семьи созданной этим великим умом и этой сильной волей следует всегда обращаться ко мне вдохновляясь указаниями оставленными Бальзаком через его жену рабу принялся за работу роман разросся до такой степени что когда он в 1852 году был напечатан в газете Конституционель то занял в ней 101 фельгетон из которых 31 был опубликован при жизни автора в газете Юнион Монаршик представляя собой пролог к роману эта первая часть только она одна и написана Бальзаком была названа им Выборы в газете Конституционель этот роман Река появился под заглавием депутата Тарси и был разделен на три части Выборы граф Д.С. Сальнов семейства Бовизаж о сотрудничестве рабу упомянуто не было в письме к Дютаку Ева говорит о мелких буржуа Я очень довольна что господин рабу согласен их закончить так как глубоко убеждена что для завершения этой книги господин де Бальзак выбрал бы именно его Это не предположение а уверенность ибо он говорил мне в дни болезни я хотел бы повидаться с рабу может быть он возьмется закончить мелких буржуа Первая часть романа опубликованная в 1856 разделена на 27 глав из них 22 первые главы принадлежат Бальзаку Вторая часть мелких буржуа 1857 год целиком написана рабу издатель Депоте который выпустил первое издание депутата от Арси до предпринятого Мишелем Леви ударного издания полного собрания сочинений Бальзака в 24 томах в 8 части листа имел мужество напечатать на титульном листе закончено Шарлем рабу В 1851 году художник Жан Жигу уроженец Франш Конте сын кузнеца выставлявший на всех выставках огромные махины большие полотна исторического имела драматического содержания живописец которого газеты расхваливали замужественный характер его таланта написал портрет графини Мнишек Анна привела в мастерскую Жанна Жигу свою мать и та в свою очередь заказала ему пастель этот художник который писал в манере резкой мужественной и полной условности покорил ее вероятно в 1852 году они вступили в связь оказавшуюся почти супружеством так как она продолжалась до самой смерти Эвелины которая скончалась 10 апреля 1882 года Жигу ветеран с гальскими усами обремененной годами и славой пережил ее на 12 лет приютом этой странной четы связанной такими прочными узами служил замок Борегар Вильнё Сен-Жорж купленный госпожой де Бальзак после того как она овдовела последние годы чужестранки были омрачены несчастьями постившими ее детей Анна у которой еще Бальзак подмечал непреодолимую страсть к дорогим нарядам к великолепным драгоценностям поддалась парижским соблазнам шали из кружев шантильи наволочки на подушке отделанные алансонскими кружевами платья от ворта ширмы китайских лаков тончайший китайский фарфор бриллиантовые уборы разорили наследницу владевшую верховней в 1875 году у Георга Мнишика которого она обожала восхищаясь его кротким как у святого лицом и ангельскими глазами случилось первое кровоизлияние в мозг он не оправился от удара и лишился разума милые его сердцу коллекции жесткокрылых были проданы к тому времени брат Эвелины граф Адам Ржевузский уже давно купил верховню после смерти сумасшедшего мужа в 1881 году и смерти матери в 1882 году Анна совсем обеднев продала замок Борегар и удалилась в монастырь женской общины креста господня находившейся на улице Вожерар в дни бедствий она была такой же прелестной и доброй как и в пору роскоши такой же милой и ласковой беспечной как птичка какой знал ее и любил Бальзак В 1915 году Анна умирая оставила экономке ухаживавшей за ней малахитовую шкатулку с инкрустациями из слоновой кости подбитую бледно-розовым бархатом ту самую шкатулку в которой Бальзак некогда хранил письма Ганской и на которой он заказал выгравировать буквы Ха-Эл Хэва-Лиди-Да Ева-Возлюбленная по-древнееврейски экономка предложила шкатулку за высокую цену Марселю Бутерону папе Бальзаковедов сумма которую запросили за этот ларец была совсем непосредством Бутерону но он подбежал к шкафу где держал свои скромные сбережения схватил не считая пачку банковских билетов сунул их в руки экономки и оставил у себя священную реликвию Каролина Марбутти поэзия путешествия продолжала писать под псевдонимом Клэр Брюн автобиографические романы в романе ложное положение она повествовала о горьких разочарованиях пережитых в Париже провинциалкой выдающейся женщиной связь с маркизом де Пасторе дворянином преданным претенденту на французский престол Генриху Пятому который сделал его своим поверенным во Франции внушила писательнице замысел другого произведения Маркиз де Прессье или Три эпохи развязка этой авантюры была скандальной Амедей де Пасторе доверил своей любовнице хранение ларца в котором он держал под ключом компрометирующие его бумаги неоспоримые доказательства его легитимистских происков не сделала ли Каролина в конце угасающей любви эти документы орудием своей мести многие тогдашние мемуаристы утверждают что она продала ларец луи-филипповской полиции в своем интимном дневнике сумбурным и страстным Клэр Брюн отвергает обвинение в шантаже по ее словам она хотела только взамен пылких писем любовника получить денежные возмещения за разрыв как бы то ни было история с ларцом дискредитировала госпожу Марбути и обратила ее в авантюристку дедина в провинциальной музе была куда благороднее 16 февраля 1890 года Каролина Марбути ей было тогда 87 лет переходя через Елисейские поля попала под колеса амнибуса ее отнесли в больницу Божона помещавшуюся в те годы в доме номер 208 по улице Фоборс-Энтоноре в двух шагах от того места где умер Бальзак в тот же день пострадавшая умерла не приходя в сознание и была опознана лишь позднее так как она приобрела для погребения своей дочери умершей в 23 года в вечную собственность участок земли на кладбище Перлаше то ее и похоронили там же где погребли Бальзака и Чужестранку она покоится недалеко от них Эленда Валет вдова Гужона не изменила своего дурного поведения два снисходительных покровителя осыпали ее вещественными доказательствами своей привязанности к ней знатный владелец замка с которым она прижила сына узаконил его и позднее этот молодой человек сделал очень хорошую партию Элен поселилась в Париже в доме номер 91 по Лильской улице у барона Ипполита Ларе где и жила до дня своей смерти последовавшей 14 января 1873 года маленькая солеварка всю жизнь ухитрялась искусно поддерживать равновесие в своем дерикатном положении между графом и бароном поскольку она была очень недолго одной из Мари Бальзака барон Ларе ее единственный наследник принес в дар городской библиотеки Тура выправленную автором корректуру романа Беатриса и собственноручное его письмо причем даритель принял тщательные и наивные предосторожности тому чтобы нельзя было установить к кому обращено посвящение адресованное Мари Икс так же как Бальзак и Чужестранка как Анна и Георг Мнишек как Каролина Марбутти Элен де Валет погребена на кладбище Перла ХС где закончились под могильными холмиками или мраморными памятниками судьбы стольких бальзаковских героев похоронив умерших обратимся к живым они нетленны их имена Грио Гранде Юло Бетта Понс Растиньяк Рюбампре Попино Бирота Гопсек они окружают нас они всегда с нами они помогают нам познавать людей ведь люди то нисколько не изменились княгиня де Каденьяна и маркиза Деспар по-прежнему разыгрывают тонкие жестокие сцены комедий дочери старика Грио не перестают грабить отца многие Бенасси все пытаются спасти французскую деревню а неподалеку от нас генерал де Монкорне пускает в продажу свое имение купит его Годертен во всех странах из года в год возрастает число ревностных читателей Бальзака у каждого издателя переиздающего человеческую комедию тираж быстро расходится слава Бальзака блистает еще ярче чем в тот день когда Гюго на кладбище Перлашес за которым сгущалась закатная дымка воздал ему честь в прекрасном своем слове еще не пришло для меня время без пристрастия писал Бальзак в 1842 году эта несправедливость упорно держалась долго после смерти Бальзака критики замалчивали его все высокие памятники отбрасывают тень и многие люди видят только тень натуралисты признали в нем ошибочно своего предшественника хотя Золя каким оказалось обнаружил трещину в его гениальности имея ввиду политические взгляды и мистику Бальзака Фаге в 1887 году упрекал Бальзака за его идеи достойные клерка провинциального нотариуса и за вульгарность его стиля но великие люди первыми признали его величие после Гюго им восхищался Бодлер потом Достоевский Браунинг Маркс Стриндберг а затем Пруст Ален а затем и весь мир ученые литературоведы Фаге и Брунеттьер в конце концов признали свою ошибку Тена вслед за ним Бурже показали что в Бальзаке мыслитель не уступал наблюдателю и даже руководил им а история помогла понять Бальзака он жил во времена разочарований в годы революции Наполеоновской империи в душах людей скопилась сверхчеловеческая энергия антигероический режим реставрации буржуазной монархии оказался не способен использовать эту силу конец девятнадцатого века протекавший довольно гладко веривший что достижения науки приведут к прогрессу отрицал сыровые бальзаковские истины или пренебрегала ими наоборот наша эпоха испытавшая бедствие двух войн и видевшая как и во времена Бальзака удивительные крутые перемены в положении страны и людей внезапные падения и невероятные взлеты чувствует себя ближе к Бальзаку но как было Эмилю Фаге понять Филиппа Бридо он в своей жизни не видел ничего подобного а вот у нас есть свои собственные отставные вояки на половинной пенсии у нас происходит покушение заговоры творятся темные дела Пруста который был столь же велик как и Бальзак и знал человеческую комедию до мельчайших подробностей конечно не могло удивлять что это огромное творение создано за одну короткую трудную и нередко заурядную жизнь Вильпаризи было не лучше Илье тетя Леони могла бы принадлежать к небесному семейству жизнь в мансарде на улице Ледигиер была не более одинокой чем в комнате на бульваре Османа обитой пробкой Примечание Пруст Марсель 1871 1922 французский писатель большой знаток и почитатель Бальзака в своем цикле романов в поисках утраченного времени использовал бальзаковский прием повторяющихся персонажей Несколько лет Пруст работал над статьей против Сент-Бева в которой содержится анализ творчества Бальзака напечатано только в 1954 году Илье небольшой городок где в детстве часто бывал Пруст у своей тетки Элизабет Амио Больная раздражительная Элизабет Амио послужила прототипом для образа тети Леони Городок Илье описан Прустом под названием Камбре в поисках утраченного времени Тяжелая форма Астмы вынудила просто вести затворнический образ жизни и избегать шума на бульваре Османа он жил в 1906 1919 годах Те, кто создают гениальные произведения не принадлежат к людям, которые ведут изысканную жизнь С того дня, как Онре де Бальзак прибегнув к транспозиции сумел показать миру пристальный и тяжелый взгляд своей матери свои обиды нелюбимого ребенка свое чтение книг под лестницей в Вандомском колледже впервые уловленный им аромат женщины неудачи своего зятя гнусные махинации ростовщиков свои утраченные иллюзии и восторги творчества мозг его вскормил целый мир и этот мир поглотил его жизнь он умер еще молодым но кто не хотел бы быть Бальзаком Конец озвученной книги Читал Игорь Мурашков Звукорежиссер Нина Рудник Киев 1989 Год Нина Рудник Диана Рудник Продолжение следует...